у нее тайминги свои пятнадцатая часть знакомства с x-com и милангу предпоследний уровень сложности терминатор некоторое количество галок на чем мы остановились прошлый раз мобильная силовая броня исследование идет доделали исследование продвинутый гауссовских пушек заказали кое-как пару-тройку кажется пушек рпг дробовик из плавов и снайперскую винтовку гаусса вот эти вот три пушки через неделю тире 8 дней у нас будут доступны в инженерном отделе готовится противодействие нло это увеличит защиту я посмотрел в уфа педии на 15 кораблей то есть если при прошлом в 50 процентах случаев там ну точность 50 процентов до на 15 соответственно 35 то есть вроде как хорошо еще есть улучшенная вионика через 11 дней будет готова эта точность наших истребителей на 10 процентов возрастает два очень хороших апгрейда дорогих к сожалению но учитывая то что мне очень сложно контролировать воздух видите тут три ну и нло становится сильнее перехватчики у меня коцаются я скипа очень много врагов и как следствие теряю страны и это прям отдельные проблемы россию матушку потеряем судя по всему в этом месте вот что лаборатория генетики построили но пока туда не отправили никого потому что у нас не вернулись хотя вот сейчас есть уже по крайней мере можно одного разведчика отправить что-то у нас сосед дрель только тоже вот вот как прям чувствует а сучки так разведчик а если разведчику давать генномодифицированную тему то то что в первую очередь ему что у нас есть восстановление здоровья нет выстрел против промаха нет высота это скорее снайпу ну с кошкой кому-нибудь тут крит даже важнее чем меткость надпочечники это пехотинцу биоэлектрическая ему нужна биоэлектрическая кожа то есть это как раз для разведчиков самое оно можем принципе 25 баксов не так дорого melt есть надо потихонечку готовить это товарища нас на запрыгивание адаптивное давайте кожу раз подтверждаем это первый мой г мощный товарищ привет бани вор привет отлично конечно те трансляции с пикап мастером этим денег нет ежемесячно мы стабильно уходим в минус это отдельная тема ремонтировать ничего в литейке как как мы помним заказали что-то но но самое главное два дорогие грейда то есть за 300 за 400 или за 350 и 300 что-то в этом роде в казарме офицеры базово есть но самое главное что в течение там от одного до семи дней у меня тут две полные команды в фатиге и пара тройка бойцов хороших алиса понтя и снайпер перспективные выходят после ранения останется мне всего четыре раненых один вернется через неделю и вот крепко раненые 50 26 16 дней штурм веке главным образом штурмовик у меня получается только один в прошлом трое решили сделать ракетчика и rpg мы специально заказали он очень помог на газальтовской миссии это понятно школе офицеров хочется полканов на денег повторюсь нет в ангарах мы три у нас перехватчика сбитых но они чинятся текущие запросы сплава на инжей не нужно лазерные винтовки на капрала лазерные винтовки закончились увы лемминги в принципе есть ну там какое-то количество можно выудить снизу но пока мы их не короче обнаружаем целям противодействие двух инженеров за сикеров точно нет плохой запрос мне денежные запросы нужны ученые за сплавы тоже вряд ли плохие запросы противодействие нло завершено тот самый апгрейд после авионики который позволяет уменьшать точность вражеских истребителей на 15 ворон вернулся к бою но там перри за перевооружение просто был этот крупнее чем в прошлый раз я не знаю что этот объект что это за объект это средний рейдер destroyer хрен его знает что это такое летит высоко садится не собирается вряд ли его собью одним вороном и тратить его не хочется но все делать кто не знает какие у меня вообще шансы тут с одной стороны более менее опытный товарищ он 3 сбил плюс у нее лазерная пушка плюс только что сделали можем прицениться на балансе посмотрим как будет играться с ним если что по-быстрому отступим посмотрим сколько у него там хп можно интересно паузить или нет открываю огонь а у нас вообще никакой информации не умнят ой ну про дэмэдж или на плохо он очень плотным и он летел возвращаются оперативники и я задание совета и мое сопровождение 4 инжа награда 129 совершено нападение на военного инженера который работал над проектом совета вы должны спасти инженера он располагает важнейшими сведениями о ближайших планах я не знаю что это за миссия но ее нужно точно идти проходить тем более что нас народ вернулся и мы готовы к борьбе алиса нас топовая да да лиса нас топовая а что он дмитрий михайлов вернется да он скорее все вернется давайте берем топового пехотинца у понти проблемы с точностью к сожалению а она тоже топовые но у нее проблемы с точностью нет убираем вот этот товарищ хороший стоп или он тоже он тоже топовый вот я выкачал пехотинцев а а хорошо есть топовый разведчик что за нет данных много попал попал много но там очень высокая плотность юной ложки что за миссия алиса умерла алиса получила ранение алиса получила ранение я бы на эту новую миссию взял разведчиком мне нужно еще одного разведчика качать по крайней мере блайн надо брать потому что инвиз нужен выкачивать нужно народ че это вы тоже скриптовая миссия я бы взял 2 пехотинца привет верлан привет одного медика вынуждены потому что ну а что еще надо посмотреть еще может его по званию можно повысить штурмовика ни в коем случае соколика щас свободен но это абсолютно топовый снайпер с ним было бы значительно проще не уж двойной выстрел есть пока беру не прокачанного снайпером сильно блин не прокачанного снайпер пока возьму соколика но это такое еще два вакантных места надо на прокачку кого-то взять можно ракетчика но и пулич мог бы быть мог бы быть полезен новый как раз ракетчик ростокот нормальный 74 вот очень хороший перспективный давайте тогда могу я вообще без имени на могу без имени я не могу без имени на самом деле я достаточно серьезно перестраховываюсь по потому что у меня здесь два человека топового звания они конечно будет посихонечку расти но тем не менее может быть убрать алису а кого тогда из пехотинцев они все топовые лучше алису с такой великолепной меткости а и можно генную модификацию пока другому одного пехотинца по крайней мере отправить на гмо у меня там есть слоты видите два ну понтяшу модифицируем хочу вот вот это вот сделать надпочечная нейрохирургия как только как только убивает врага а ганнеры очень часто ну в смысле пехотинцы часто убивают врагов и они находятся как правило в центре событий то идет баф всем остальным поэтому давайте вот модифицируем раз недорого melt есть как бы почему бы и нет ну поехали нельзя ни в коем случае терять людей ни в коем случае нельзя у нас еще не достроились не доделались оружие гаусса в полной мере 96 меткость тут скорее всего надо оболочку взять и улучшенный прицел и для крита и для точности на на этот с понти как раз все понятно что по блаем сканер бой это товарищ на прокачку к сожалению у него а нет есть марксинская винтовка окей я бы выдал ему по крайней мере марксинский прицел ублая точность пока никакая но он он только начинает то есть задача это скан задача прокачка задача это метку ставить издалека ну топовые понятное дело здесь только надо дать бронекостюм учитывая то что фенриера вообще нельзя терять ни в коем случае колоссальная меткость я дам ему пистолет пулемет для повышенной маневренности он очень точный он очень маневренный и он в невидимости медик нас броня еще новое делается в принципе кстати здесь на всех не хватит так медик такой себе даем карабин метки с нормальными подождите пока прицелом и выдам у снайперов все понятно более-менее пушки на снайпов лазерные есть сошки есть и тут вопрос к точности но вроде у ништяка 89 плюс 12 то есть ему даже прицел особо не нужен ему можно давать бонусный урон лазерному оружию еще один снайпер соколик блин вот ему как раз надо броню дать давайте бронекостюм даже выдадим сошки и точно у него 105 плюс 12 точно вот и мы выдаем лазерную оптику для повышенного урона стоит два человека ракетчик новый без нормальной ракеты и пулеметчик пулеметчик уже в бронекостюме выдаем ему гауску он базовый с меткой ему бы что двойного выстрела не будет он будет сапресить главным образом увеличенный мага страховочная аптечка хорошо зайдет ну и ракетчик последний бронекостюм нет подожди может соколи а у соколика есть бронекостюм хорошо ну тогда ракетчику бронекостюм меткость у него так себе не буду я даже гауссовку давать даем ему пару ракет доп ракета стандартная осколочная так вроде бы все да вроде бы всем броньки раздал единственное что можно дать медику получше пушку ну потому что у него меткость уже нормальная плюс 20 они это лазерный карабин дает ему меткость такой так что меткость не очень ладно ну самый главный дпс это у нас конечно соколик с двумя выстрелами рокет в определенных ситуациях и конечно же алиска которая будет просто уничтожать но чтобы было и сокола армор поиграть да у соколика соколику даем армор с крюком а блаю выдаем более ну ему особенно панцирка не нужна но уменьшает вероятность стране и так сканы есть снайпы есть кого качать пулеметчик тоже на прокачку ракетчик снайпера 22 человек разведчик на прокачку один снайпер на 2 ракетчика пулеметчик 3 4 нормально поехали я не знаю что это за миссия друзья я не знаю ну что пора лететь в россию крайне ценный объект находится на условно на условной точке ждет отправки штаб противник готов бой пытается доставить объект место эвакуации защитить любой цены очень похоже на финменовскую скриптовую миссию и для снайпов шикарная просто шикарная как карлока обнаружили что пришельцы готовят биологическую атаку теперь этого карлока надо спасать он на другом конце пирса и если обнаружите противника видеть огонь по готовности добрый вечер задание изменилось короче смотрите здесь снайпер вот с этой точки пусть без укрытия но они простреливают всю карту до конца я бы хотел сделать разведку кинуть скан потому что первые паки как правило уже есть здесь да мы видим этому тонны летуны полный фарш может быть кто-то будет еще даже в сразу за домом короче вот эти контейнеры перекрывают все равно vision поэтому я бы кинул скан куда-то даже вот сюда чтобы увидеть справа там еще один пак да ну в принципе можно с крюком уже сюда забраться двигаться сильно далеко я на старте не буду и пришельцы поразят эти цели нам крышка запрыгиваем раз надо выше видимо подниматься вот сюда только не торопись михаил так не подходим вперед не подходим пока снайперы не прошли никуда мы не уходим даже пуличу пожалуй этого назад даже алис я не буду дальше за коврить им штурм один к вашей потому что да кто блин какая плотность а вот скриптовые пошли и мы их не видим и подходить нельзя и снайпы не работают отсюда они тоже работать не будут но они будут на хуже может снайпов реально вниз спустить ну потому что я из-за я не буду видеть из-за дома никого мне нужно сначала с этим паком разобраться короче снайперы спускаются раз плохое начало очень плохое начало электричество всего похоже не надеются таким образом ослабить сопротивление слишком близко я бы перевел на самом деле рокеты немножко а нельзя там да я боюсь спрятал но за фулл кавер я могу спулить короче вот так вот ставим надо избавиться сначала по крайней мере от финмена друзьям он фиговый конечно но плюс снайпы у меня опять не работают сейчас могут работать не торопимся у меня нет ограничений на время это не на не разминирование а тут потенциально еще два пака пулю не надо мне этого запрыгивает снайперы опять не а лен не ждем ждем фенгменом надо его хотя бы сюда подвести и ханкерить блин так не хочется а это сержант кстати может быть это к нам присоединится по квесту товарищ скип сюда бы рокет конечно зарядить но я боюсь что я раньше пак с пулем готовность номер один штурм один и еще скриптовый по этот ближе что-то где же там финмена задрал он сидит там на овере где-то а вот он еще один такой же ладно то есть понятно по карте 4-5 паков так а может я все-таки снайпа как-то выведу ну как я его выведу на правую я не уйду с крыши я с пулю отсюда я контейнером не мешает стрелять не-не-не подождем еще немножечко а ты уже видишь его и с общим видом да давай спросим тогда что я пропустил этот вариант я накосячил на самом деле сейчас что один то будет действие блин или все-таки вывести снайпа я не знаю с какой позиции мы будем иметь возможность стрелять на должен проверить по клеточкам да есть вижу все с этой клетки точно могу с этой может быть да как ты видишь то о ее и ранение у соколика грубая ошибка уже и вижу не есть есть мне видимо нужно сюда выходить и пытаться его простреливать класс блин не можно конечно соколик через приказ отвести можно его подлечить но если слаблю и тут до свидания просто есть с пулю с разом не думаю соколанду водитель и ставить оверх сюда подводить алису снайпера тоже уводить подвел снайпада вроде патовая была ситуация но вроде как все равно пришлось бы уводить два хита у меня сняли боится все ближе и ближе вот возможно идут на стрельбу кто это еще бегаю третий пак назад я пожалуй сапа уберу сюда подлечу соколом дальше уберу хэвика сопрессить не буду попробую стриггерить врага на на то чтобы он подошел сюда переходим а ты отсюда тоже видишь что за надо метку поставить пробовать пострелять а ты не видишь блин так ротацию сделать да нет овер уже риск 59 надо убивать алис блин мимо плохо как же плохо сейчас помню будет стрелять поздравляю мать еще скрипелом идет отряд пришельцев готовьте пушки слава богу блин я не могу с одним сыном справиться побежал ну слава богу давай блай надо попадать надо хотя бы ранить есть хорошо он не фланганет случайно моего разведчика надо убивать есть молодцы молодцы вот молодцы 50 50 хорошо так теперь следующий окей еще один по скрипту кстати этого можно прострелить снайпами блин так не хочу сюда подходить не здесь уже надо по другому действовать здесь надо вот как раз оверс алисы убрать пулича поставить еще кому-нибудь кто может стрелять ну ганера в частности да то есть ты можешь стрелять окей все тогда тогда ты сюда ханкер ты вернись ок пофиг вы пока цельтесь бестолковые конечно снайперы здесь пока что ну из-за того что противников очень много близи хотя вот отсюда я уже мог бы поработать слушай ты же мог же мог снайпера вывести по крайней мере сюда и бахнуть того мог алис давай единственный кто может с богом что очень очень дико перемещаются конечно один фильм он прямо рядом да под домом может вообще руки там снести ооо два овервотча 50-50 есть ростокот получает повышение один из пацанов в чате поздравляю этот побежал у кавер опять вот этот не он забирается наверх ну это понятно ну здесь оберим пока оберим друзей пока я не вижу опции снайпами тоже оберим уже подходить смысла особого нет с богом а сколько с ним бы на появлялась три же вроде да это третий последний потом снайпов выведем на длину так этот уходит и наверное снайпа надо выводить уже сейчас ну потому что вот отсюда уже теоретически мы можем стрелять ну нет вот отсюда можем стрелять перезарядка пока тут тот не подходит перезарядка овер перезарядка голову вниз меткость с богом ракетчики не ставь на овер сервисе им почти всегда аааа точно у него же прицеливание очень хорошо пушки основные нормальные нет а ракеты критично чтобы они правильно в цель вы правы сюда как конечно рокет должен закидывать опять он наверх забирает не он кажется дальше на этот раз ага я понял опять я ракетчик поставил на овер если он вернется назад уже снайпер будет работать его мышотник просто если он сверху будет спускаться то здесь огромное количество людей которые готовы его шатнуть это не такая большая проблема потом мы снайпами в принципе этих инициировать будем но наверное имеет смысл ракетчика подвести прицелиться и хорошенечко бахнуть а нет он подошел ко мне видите как кто видит кроме собственно вы ты видишь да 59 ладно два раза по 59 это не плохо но и не хорошо на самом деле оба промаха блин опять я ракетом оверстаю на время молитс в прошлый раз он влево уходил с такой же позиции там овервочи предостаточно ну чтобы флангануть типа людей а там еще один еще один еще один еще один еще один овервочи 7080 два снайпа хорошо что встали на овер давайте ребят есть ладно чтобы проверить какое количество мы спулили снайпы в результате и он побежал назад куда на крышу опять ой как ой нет я поставил на овер разведчиком блин ну гг ща начнется он стрельнет просто ну подходите гады на приказ а нет офицеру не для приказа сейчас мы ходим скорее всего идти назад эти да ладно они стоят на месте не надо не надо не надо стойте бегает встал въезу ааау да мне повезло два раза пятьдесят восемьдесят девять хорошо так все да фингменов больше нет спуленных короче людей я бы начал с того что Поставил ракетчики сюда вместо снайпа Снайпом на будущее отступил сюда Может быть, в крайний угол бы встал Это такое Или на длину поставил как-то их Ракетчик, соответственно, сюда будет инициировать Оборону держим здесь Единственное, что, наверное, Алису сюда Випа бы куда-нибудь сейчас схоронить Но что там Перезерядись Соколика, пожалуй Оставлю здесь Потом скан И выцеливаемся ракетой Смотрим там приблизительно, чтобы два пака стояло вместе Пока не вместе Можно, кстати, выставить и второго снайпа наверх Потому что тут дистанция уже такая, что Да, наверное, стоит Наверное, стоит второго снайпа тоже на крышу отправлять Следующий ход Может быть, имеет смысл даже выйти Частично вот... А, нет, там дверь открытая, я с пулем Это не так хорошо В принципе, вот отсюда уже можно работать По крайней мере, по дальним С высокой долей вероятности Прицеливаемся Овер Овер-овер Прицеливаемся Но это такое Овер Сейчас посмотрим Когда вот они Группируются Посмотрим, насколько вероятно Бахнут ракеты Да, вот они сейчас Два пока в группе Сейчас пойдет скан Ой, там даже три пока в группе Ой, как Рокет может закинуть Если достанет, конечно А давай сразу посмотрим По Рокету достанет Не достанет Нет, терринджа не хватает Где-то клетки три А ты тоже с другой стороны не видишь, да? Ладно, значит, ты сюда Рокет сюда Такая меткость А, тут Ну, прицеливаемся Молимся, чтобы не спулить Снайпы Как водится, не работают Я опять засомневался Можно спустить вниз Тут, по крайней мере, будет длина Ну, чтобы не надо было подходить сюда На безукрытие А вот отсюда, в принципе, можно поработать будет Ну, уже будет Будет какая-никакая длина Прицеливаемся соколиком Желательно, чтобы они сейчас не уходили И не спулили меня Не сильно ушел первый пак Этот на месте остался А третий пак Тоже не сильно ушел Ну, все, тогда сюда бахаем Рокет просто Вроде должен достать Не по всем достаем Но пробовать подходить Как-то Ну, и так неплохо А давайте Вдруг он сместится еще Инициируем Там камеру уничтожим Попали по пятерым Ох! Овер-овер Мутон пошел в бой Два пока спулины Но ранены-ранены-ранены все Добрый день Начнем мы, конечно же, со снайперов У них ограниченное количество целей И цели очень привлекательны, на самом деле Ну, что стоит хотя бы вот этот мутон Шикарнейший Крит 13 раз У Сокола 2 выстрела, скорее всего, надо работать По ближним Хотя по мутону-то может А, тут по 80 Ну, короче, стреляем тем, по кому можем стрелять 74 раз Чтоб хэвик не видит, нифига, да То есть на этом все, то есть нужно две ближайшие цели Вышатывать Это мутон, безусловно И Политун Ну, к сожалению, вот этот вот Да, рокет инициирует вообще прекрасно с разведчиком Я бы подошел, конечно Чтобы прикрыть снайперов Но, к сожалению, у меня тут На полхода и у Крити нет Но я, наверное, вот сюда подойду Чтобы в следующий ход хотя бы быть на позиции Потому что Ну, потому что Более того, я и Раста Кота тоже сюда Вот так вот подведу Здесь Чисто чтобы А, все, да? Ну, они до сих пор не видели никого Подходит мутон, они не добегают Этот может теоретически увидеть, но Вероятность маленькая 12% Это раз Это два Это снайпы тоже Ну, короче, халява Просто халява Нет, снайпы не халява Снайпы как раз не видят Но Марксман видит Может, правда, только метку поставить Опаснее, конечно, ближний Летун Мы по нему попадаем и метку еще ставим Здесь шикарно можно побахать Я, наверное, открою дверь, пересмотрюсь Да, уже вижу Соответственно, добиваем Летуна Ставим на овер И контролим следующего Ну, здесь просто ханкер Ханкер Пам-пам-пам-пам В принципе, я даже не хочу Сейчас У него обычная пушка Ханкер Не хочу там вообще Человека провоцировать На активные действия Нафиг нужен Подвести Ладно, давай так Снайперов тоже сомнительно подводить Наверное, стоит сейчас Просто перезарядиться И перезарядиться И прицелиться Ну, потому что наверх еще рановато Потому что Мутон Может дойти Увидеть неприкрытых снайперов Просто с одного выстрела их убить И он отступает Паника среди Населения Мутоновского Сейчас скан Скорее всего Напрашивается у нас Туда Туда Потому что фулл кавров нет А видеть хочется Закидываем скан За контейнеры Литон Мутон Минимум Плюс следующие паки Ой, отлично Теперь снайперы точно должны А вон еще следующие паки Ой, даже простреливаем Смотрите с этой позиции Пулем новый пак А нужно ли мне это? Вообще нет Вообще мне лучше Занять позицию Повыше Так и крит будет больше И потом я смогу работать По большему количеству целей Поэтому ход на раскачку Тем более, что здесь есть Кого двигать Вип, естественно Остается пока Рядышком Я брокетмену подвел Наверное, вот сюда Вот и с ханкером Надо постепенно Продвигаться людьми Держу сектор Дистанция очень приличная Вот он не должен Не вернуться Не успеть выстрелить Это понятно Даже если он назад побежит Но он паникует И подставляет фланги Боеготовность Видимо из-за того Что их с разных сторон Бахали Да, сейчас Сейчас найперы будет работать Бах Вот, и теперь Соответственно У нас появляется Масса целей Для Для работы В первую очередь Конечно нужно Вот этого ушатать Готов Соколик может В принципе Бахнуть И стригерить Нового Но я не уверен Что Сейчас Имеет смысл Агрессировать Я подведу Разведчика Он никого не видит Соответственно С нарывки К полному укрытию Раз Чтобы Вне зависимости От Скана У нас с вами Была возможность Нормально Видеть Что происходит Здесь Здесь В принципе Люди Стоят Неплохо Ну так Конечно Впереди У нас Заканчивается Нормальное Укрытие Но Здесь тоже Хорошо Стоит Алиском Я думаю Что следующий Ход Мы уже будем Блин А этого товарища Желательно бы держать Рядышком Вдруг там Новый скрипт А у меня Защиты Никакой нет Не Сокол Пусть прицеливается Хотя прицеливание Как таковое Не нужно Просто Просто работаем Ребят Просто работаем Сейчас Снайпы Три выстрела Делают Пулит Скорее всего Следующий Пак Три веселых Мутона Сокращают Явно Нужно уже Ушатывать Давай-ка С Критом Лучше Шатать Сразу Чтобы шотнуть Сто-сто Просто Сто-сто Бах Минус Мутон Пулем Пак Они сразу За кавер Потенциально Могут Обойти Самого Ближнего Мы с Соколом С критом Пытаемся Прострелить Второго К сожалению Не видим Но А Тут Вообще Так Он дернется Или нет Не Давай Стрелять Он же Не достает Пока Хорошо Еще Подранил Пулич Этого Бы Отвести Назад Потому Что Его Его Флангуют Его Флангуют И соответственно Могут И шатать Мне бы Еще Отойти Так Чтобы Иметь Возможность Кинуть Скан Блин Не очень Хорошая Ситуация Да ладно Давай Подойдем Так Хоть Постреляем Слеган Сам Помутон Но опаснее Конечно То что Слева Он Остался Один И Он Опасен Я соответственно Алиса Сюда Не Наверное Надо Как-то Вот так Вот Его Светить А Сокол Не может Выстрелить А Вот Тогда Извините Тогда Я просто На рывке Назад Это только На оверах Ловить Его Ну У меня Есть Там Алиса Которая Не промажет По нему Случа Чего Так Мне кажется Что здесь Нужен Скан До Фулкавра Не добегая Вот Скан До туда Я докидываю Легко Поехали Мутон Опасен Мутон С таким Оружием Шотает У меня Оперативников Поэтому Поэтому Нафиг Нужно Просто Работаем Светим Сканеров Специально Были взят Для того Чтобы Как раз Не рисковать Чтобы Подсветил Увидел Убил Все Может Последний Кстати Нет Еще не Последний И подтягиваемся Потихонечку Да Тут Полуукрытие Увы Да Пуличи Можно подвести Поближе Учитывая Что там Скорее всего Ну По крайней мере По скану Никого нет Снайпы пока Перезаряжаются У них Вижен Повторюсь До конца Карты Подводим Пока Так Здесь Так Вип Поближе Добрый вечер Пиф-паф Мутоны Да Мутоны Не страшно Еще Мутоны Впереди Слышу Сейчас Разведчика Надо Быстренько Подвести Он реально Очень далеко Но маневренность У него такая Что он Как бы Довольно Быстро Преодолевает Серьезное Расстояние Плюс У него Еще Армора Видите Какой И крепкое Здоровье Благодаря Которому Он Может Неплохо Так Выживать Разряжаемся Еще бы Один Ход Потратить Без Пула Какого Либо Потому Что Неполные Люди И Не Все Умудрились Подойти Да Рычат Ну Мне Всегда Конечно Добежать Но Но Это Уже Рискована Кстати Я думаю Что Даже Разумнее Наверное Подойти Вот сюда Сохранив Инвиз А потом Уже На следующий Ход Добежать А я Не добегаюсь До фулл кавера Ладно Еще один Ход Не Можно Конечно Подбежать Но Я Что-то Не хочу Сейчас Аркадий То есть Ситуация Когда Например Я пробегаю На фулл ход Сразу Вижу Пак И они Сдвигаются Просто На дефолтом Действии В мою Сторону Флангуют И ранят Или убивают Фенрира Вполне Реально Поэтому Нет Спасибо Фенрир Топовый Разведчик Мутон И сливее То есть Я С большей Вероятностью Могу Безопасно Добежать Сюда Все равно Не хочется Я бы даже Подошел Вот так Пусть Без инвиза Но в следующий Ход Добежал бы С инвизом Понимаете Потому что Его сейчас Все равно Мы же без Нервишка Играем Все равно Бо его С овера Не убили Так Подходим Инвиз Видим Ивак Враги Находятся Здесь Увы Надо Подходить Увы Под полуукрытием Нелепым Раздвигаемся Немножечко Ой Еще разведчикам За овером Тороплюсь Неправильно играю Сейчас выскочу Начнем стрелять Да Выскакивает И мы Пулем Сразу Два Мутона Литун Не самый Конечно Жирный Пак Еще Овер Внезапно От разведчиком Неплохо Фулл кавер Фулл кавер Снайпы могут Стрелять Давайте лучше По соточке Потому что У тебя Меткость не такая Высокая Ушатываем Сразу Литун А здесь уже У сокола Совсем Другая ситуация 9 урона Должны добивать Ага Двойной выстрел Окей Добиваем Это в мутон Потом уже Как-нибудь С критом Здесь надо Я не уверен Что не буду Видеть Не уверен Что там Не спули Новый пак Поэтому Отойду-ка Я назад Полностью Блайчиком Бы тоже Конечно Но пусть Он Ханкерит Ну чтобы Под Под овер Люди Пришли Медика Назад Не хочу Потому что Тут угол Уже острый Получается Еще Скриптовые Идут Ага Ну это Сразу Ушатывается Хотя Не Сразу 43-27 Такие Нубасовые Вообще Ой хорошо Снайп есть Не ну Все равно Сначала Снимаем Утона Наверное Хотя Волни У нас Не могут Пригодиться 44 47 А ганер Как Ага По одному Может И по второму Ну давай Короче Верю Что Метку Поставишь Как бы Было понятно Что поставить Метку Здесь Пока Нет Здесь Да Ради Метки Ну и Немножко Урона Потом Соответственно Ганер У нас Бахает Два раза По левому Нет Один раз По левому Хорошо Стоит на овер А снайпер Добивает Давайте Не снайпер А сначала Медик Пусть И к спайму Идет Если попадет Конечно 72 Но если Ну Блайчику Дадим Еще 50 На 50 Молодец Ну и Снайпер Соответственно У нас На страховке И этот Еще Тоже Мог Нормально Перезаряжаемся Пока Соколиком И выцеливаемся Мне кажется Что уже Никого Не осталось Здесь Я на рывке В инвиз Надо сейчас Более активно Двигаться Снайперы будут Я думаю Прикрывать Нормально У нас От всех Скриптово Появляющихся Людей Диш Диш Вон Пожалуйста Диш Поддержал Ваш канал На 500 Рублей И сообщает Приветствую Командор При следующем Наборе Прошу не забыть Призвать рядового Сергеевича Или Диш Как вам удобнее Готовы Отдать Всего Себя Ради Спасения Земли Или Дмитрия Михайлова Дмитрий Михайлов У нас Есть Дмитрий Михайлов Герой Конечно Мега Нам Помогал Без Него Я не Уверен Что Мы Да Да Точно Здесь Никого Нет Прям Вот Инфа Соточка Кроме Тех Кто Появится По Скрипту Соответственно Просто Двигаемся Пол Хода Овер Пол Хода Овер Ну Кого-то Можно На Фул Випа Наверно На Фул Ну А Поздунов Тоже На Фул Спасибо Рассказывай Боец Авиил Желает Вступить В стройные ряды Сопротивление Еще Парамин Есть Потом Уже Не Будет Авиил Злой Какой Авиил Через Две Буквы Ай И по-прежнему Никого Понимаете Никого Я уже На точке Уже на точке Уже пофиг На Я представляю Что здесь Один-два Тингмена Появится Просто Бегу Випом Уже Без Без укрытия Даже Бегу Что Сложно Предположить Что Там Какой Какие-то Скриптовые Упыри Меня Ушатают Вот Что Это Правда Не Увидели Ну Потому Что Далеко Я Попробую Наверное Пробежать Кинуть Доскан Плюс Там Молнина Снесли Теперь У нас Снайпер Как раз Работает Изи Просто То есть Тут Вся Карта Просматривается Так Вип У нас На этом Ход Уже Добегает Вроде Как Я Сегодня Представляю 19 Человек 4 Инжа 130 Бабла Очень Очень Нужно Очень Нужно Очень Важно Можно Сейчас В генную Кого-то Ой Повышение Еще Медик Вот Я Не 72 Хочу Чтобы На Овере Стрелял Блай Апнулся Стрельба По Воздушным Целям Плюс 6 Меткости У Блая Новый Хэвик Пусть Урон И Ростокот Тоже Апнулся Сколочный Плюс 5 Меткости Родно Одно Ранение У Соколика На 9 Дней Сплавы Лери Не Так Мога Сервы Держал Ваш Канал На Церна Еще Разок Окей Церн Желает Вступить В ряды Под Вашу Блистательная Командер Инжи 130 Баксов Деньги Конечно Мне Очень Важны По Спутникам Мы Вроде Укладываемся Сегодня Утром Прибыли Новый И С Направил Что Просто Не Простояли Но Мне Реально Нет Излишков Надо Направить Через день Через два Как люди Вернутся Надо Деньги Копить На Школу Офицеров На Полканов Потому Что Потому Что У меня Саппорт То ли Гэмбл То ли Оптимист Кто-то Из них Кого-то Из них Можно Уже Под Полкана Кумулятивный Баф То есть Если ты Без Потерь Проходишь Миссию То Все Оперативники Получают Плюс Единицу Точности И воли До Плюс То ли Шести То ли Восьми Это Очень Хороший Плюс Россиюшка Уходит Россиюшка Выходит Я вот Не знаю Что делать Генная Модификация Запросы Запросы Поехали Возвращаются Двое ученых На трупы Мутонов Да Слушайте У нас Нет запросов Из России Мексика Бразилия Великобритания Германия Так А что по Экзальту РПГ Гаусса Ой Через 3-4 дня У нас уже будут Гауссовские вещи Снайперская винтовка Дребаж И РПГ Гаусса Мобильная силовая броня И следование 5 дней Обнаружен Низко летит Большой Скип эмиссии Не собьем Похищение 190 Низкое Места где появились Пришельцы Отмечены на глобусе Так Ну люди возвращаются Дмитрий Михайлов Есть еще один Пехотинец Поменьше У него меткость Но он тоже топовый Сейчас посмотрим Оптимист Вот это вот Товарищ пехотинец Вообще без прозвищ Так что давайте Сразу Сразу его Обзовем Сайбером У нас был Последний заказ Сайфер Сайбер Так Сложность Небольшая Поэтому сейчас Внимательно Слушайте А может быть Медик Оптимист Уже может Полканы Может мы Прямо сейчас Уже Выделим 300 баксов Каким-то Макаром И полканов Апнем А как понять Потянет человек На полкана Или нет И не так много Лишних вещей На продажу Борткомпьютеров Очень много Источков энергии Борткомпьютеров Пришельцев мало На апгрейды Прям 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 Беда Ракетчикам Дай Лазерный карабин Дает Аааа Ракетчики Лазерный караб Точно Он же Аффектит Да Это хорошая тема Хищение Идея Но после этой миссии Мне точно хватит Дагфакс Привет Так Начнем С самого начала Медик Да Дмитрий Михайлов Я не хотел бы его Я бы его генно-модифицировал На самом деле Димку Вот сейчас послал бы Потому что есть Или перспективного лучше А Димка на страховку Димка на страховку Шикарен Пикселос хороший Он У него Еще одно звание Он скорее всего Обгонит Вот эти вот Феромоны Бахнем Давайте Последнего В лабораторию Генетики Отправим Пикселос После убийства Выпускает Феромоны Которые Бла-бла-бла Поехали Все Генетика Загружена Уже Полностью Бойцы С запасом Есть Поэтому То есть Мы берем С вами Да как Я их ставлю В самом начале Они все Вперед лезут Еще разок Медик До всех Берем Снайпер Пулеметчик Плюс Один Пехотинец Вопрос Кто Точно Не штурмовик Верк Подержал Ваш канал На 555 рублей И сообщает Верк Все хватит Верк Челенгер 92 Подержал Ваш канал На 100 рублей И сообщает Миша Михаил Челенгер Командир Если в этом Превосходном Отряде Спасателей Планеты Появится Место Я бы хотел К нему Присоединиться Так Мелой С Вандорной Нельзя Медиатор Да Это Роза Поза Это Оно Может Разведчика Подкачать До Инвиза Да Надо Да Точно Надо Я пока Вопрос Берем мы Дмитрия Михайлова Или не берем То такой Перспективный Еще один Пехотинец У него Три Звания Меткость Уже 82 Капец С Дмитрием Михайловым Будет Значительно Проще Но Это Фатик А Стоп У нас Есть Пехотинец Сайбер Перспективный Который Почему-то Внизу И Оптимист Почему-то Внизу Какого Я взял Другого Медика Почему-то Розу Позу Я же хотел Вот этих Вот они Вниз Просто ушли Так Ну это Хорошо Уже Вырисовывается Два Слота Остается То есть Два Пехотинца У нас Да Да Два Пехотинца Дмитрия Михайлова Точно Не берем Ну тут Выбор Не такой Великий На самом деле Второй Пулеметчик Второй Инж Точно Не Два Инжа Почему Не Два Инжа Если Один Инж Один Лейминг Вообще Чтобы Оставить И так И так Так У медиатора Что там Там Инженер Уже Хороший Да Глубокие Карманы Давайте Его 80 Перспективный Товарищ Тоже Хотя Миссия Это Простая Нет Давайте Его Уберем Ну тут И опыта С одной Страны Мало Будет И А уйдут Они Отдыхать Нормально Да Давай Тогда Лейминга Пулеметчик К сожалению Мне не успели Сделаться Нормальные Еще Эти Пушки Китомат Гаусс 85 меткость Не такая Большая Поэтому Прицел Для этого Надо качать Проспективный Меллоис Уже Предпоследнее Да У него Предпоследнее Звание Он В одном Шаге От Соколом Блин У него Меткость Нормальная Уже Наверное Бонусный Урон Давайте Бахтим На Лазерное Оружие Пулеч Естественно Бронекостюм Естественно Тяжелый Пулемет Гаусса В штучном Экземкяре Тут прям Двойной Выстрел Точно Прицел Меткомплект Я бы Не стал Давать Дал бы Ему Наверное Еще Либо Даже Обычный Прицел Либо Бронебойку Наверное Обычный Прицел В смысле Наверное Бронебойку Потому что Обычный Прицел Не так Много Выдает Пехотинец Мега Перспективный Но Очень Неопытный Автомат Гаусса Прицел И Точно Прицел Второй Медик Броне И пока Что Гаусса Потому что У него Овервотч Это Перспективный Ну это Прокаченный Медик Последний Прицел Да Там Инж Полимерчик Мне критично Инженеру Он Нубас Фаланга Он Сапер Вообще Нубас Давайте Две Гренки Мы дадим Пистолет Пулемет Оставим И пулеметчик Который Кстати Тоже Не очень Тяжелый Пулемет Мы выдадим Дадим Страховочную Аптечку И наверное Дадим Ему Давайте Экстендед Вроде Вроде Все готовы Поехали Я не прочитал А по самим Месяц Тороплюсь Низкая Сложность У похищения Деньги Которые Очень нужны Место С трудом Узнаю Но Похоже Я играл Только Когда В одном Регионе Внутренние Войска Пытаются Остановить Только пару лет назад Когда проходил Основную Ну В смысле Я не имею в виду Наверное У меня Unknown Или у нас была С крышей Так у нас с вами Нет Инвиза Евгешина К сожалению Так где у нас Тут стенка Полностью Ага И тут угол Да А нет Было Я же Здесь на крышу Забирался На крышу От крыш Как раз Играл То есть Уходил Вдоль стеночки На самом деле Тут Фулкавр Фулкавр Еще вдоль Фулкавр Хорошие Враги Прямо по курсу Скорее всего Между И внутри зданий Как подо мной Так и Передо мной В один ход Я не успею К сожалению Занимаем так Пока Пуличи сюда Потому что У него рейндж есть Оптимиста Со спринтом Блин Такой саппорт Классный Может скан закинем Да Давайте Скануть Скануть Скорее всего Даже на Не Не будем На крыше В этом Нет Сейчас Смысла Вообще Никакого На этом Ходу Просто вдоль Стеночки Дальше Прислушиваемся Слушаем Кто где Надо будет Занять крышу Потому что С нее Хорошо Стреляется Я бы Попытался Закинуть Сейчас Скан Либо За угол Сюда Это плохая Тема Не надо Попробовать Просто забраться Может Снайпом Сразу Да Давай Снайпом Сразу Сюда Использую Крюк Чекаем Крышу Но мне Кажется Что слева Будут люди Поэтому Я наверное Пехотинцем Сюда Я просто Не слышал Ничего Никого Здесь Блочем Угол Подходим Чуть Ближе Блин Блочем Угол Это была Ошибка Я как раз Сюда Хотел Подставить Разведчик Чтобы На следующий Ход Кинул Скан Чтобы Дать Нам Инфу Относительно Того Насколько Далеко Там Людям Так Сюда На самом деле Играем Слушаем Вот В здании Человек Могут Выйти Из этой Двери Причем Я даже Не услышал Так Слышу Мелт Меня Интересует В первую Очередь Эта Улица Ее Дальняя Часть Да И там Кто-то Есть А Там Сикер Внутри Здания А Нет Не Внутри Аза Хорошо То есть Мы Сейчас Можем В принципе Выставлять Снайпа Уже Выставлять Ну Не опасаясь Что мы Спулем Тут Кого-то Герасимова Я вообще Конечно Туда Ганнера Закинул Но К сожалению После того Как Выставь Кинул Скан Я Я Ничего Закинуть Не могу К сожалению Готовимся Забираться Наверх Тут Меткость Овервотч Они Вылетают На улицу Возможно Стригерят Да Стригерили Хорошо Сейчас Пойдут Овервотчи Многочисленные 50 23 60 Никто Ничего Не попадает 96 А вот Сверху Попадаем Отлично По жирному Секеру Попадаем Все Теперь Мы Должны Забираться Всеми Наверх Для увеличения Вероятности Попадания Здесь У нас Очень Хороший Хэвик Который Работает По двум Целям С двойным Выстрелом И метит Что самое главное Так А у нас Второй Этот Вообще Ничего Не может Только Одну Цель Видит А Здесь Еще Один Ну да Тогда Нужно Просто Сопрессить Это Единственное Что Я могу Сделать У него Тяжелый Пулемет Извините Здесь Критичнее Конечно Ближайшие Цели Но Те Дальние Меня Тоже Интересуют Потому что Они Потенциально Флангуют А Эти Ближние Мы Больше Большей Вероятностью Отстреливаем Потому что Они Находятся Ну Их Чаще Видят Так Минус Один Поставил Метку Отличным 63 53 Ладно Давай По этому 63 Все Так У нас Есть Мел Лоис Который В принципе Видит Только Одну Цель Надо Было С нее Начать Конечно Ж Убивает Раз Здесь Инж Которого Скорее Все Нужно Поднимать Наверх Для того Чтобы Он Поточнее Пострелял В любом Случай Здесь Евгешин Не Видит Никого Но Вот Этого Я Боялся Что Что Нижних Мы Не Видим Неприятный Фланг Замечается Я Наверное Лучше Заберусь Наверх Чем Буду Пытаться Там Как Избавиться От Фланга Овер 62 метки Да Тут Два Застреляем Второй Овер 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 Вы Должны Разрулить Троих Даже Двоих 75 Боеготовность Простая Пушка К сожалению Не пробивает Но тут 90 70 Соответственно Ушатываем А че я пушка Не менялся И этот Еще один Овер Овер Отлично И остается Только один Под сапрессом Справа Режим Скрипости Окей Это твой Выбор Мелт Справа Блин Был бы Разведчик В инвизе Я бы Конечно Попробовал Здесь Просто Перезаряжаемся Готовимся Потому что Ничего страшного В оставшемся Одном Сикере Нет Вообще Оверов Правда Маловато Не хочу Сконтрас Ооо Сиктоиды Сиктоидики Маленькие Вот он 68 Сразу Шатываем Изи Так дальше Ситуация какая Скорее всего Следующие паки Находятся Вот в этой части В двух Таких Массивных Зданиях Мне необходимо Взять человека Со сканом Для того Чтобы Ну для того Чтобы А остальных Вывести Ну те Кто Находится В Внизу Их Как бы По хорошему Нужно Поднять Наверх Вот Сделаем Это В Один Два Хода Спрячетка Вот так Вот лучше Понимаю Что было Немного Рискованно Но Там были Еще действия Товарищ Сверху Могли Спасти Слева Шум Надо открывать Левую дверь В первую очередь Ну что Пробуем Заходим Сразу Сюда Слышите Кто Это Прям Очень Близко Не буду Открывать На этот Ход Дверь Потому Что Потому Что Это Неправильно Дверь Открываю Бегаю Внутри Открываем Дверь Может Увидим Сразу Да Сектоидик Ой Там Этот Есть Защитник И командир На крыше Нифига Себе Ну Предположим Мы Естественно С С Апрессием Рас командируем Желательно Конечно По нему Метку Поставить Я бы Его Хотел Обойти Но Это Немножко Рискованно На самом деле Ладно Давай Лучше Если рисковать То сразу Все Тогда Ну чтобы Не подводиться Каждого По клетке Все равно Угол Будет Лучше Да Уже Командиры Сектоидов Которые Могут Под контроль Защита У него Какая-то Колоссальная Вообще Может Грянку Все-таки Докину До него Может Ковер Снимается Я просто Не хотел Бы Понимаете То есть Найпер Мне не подходит Он уже Походил Весь Себя Сюда Хотя Ковер Тут При чем Правда Ведь Ковер Тут Решительно Ни При чем Так Разведчик У нас Может По нему Попасть Конечно Парень Маневренный Но Судя По всему Нет Чтобы Пометить Через приказ Конечно Это можно Сделать Не уверен Что я отсюда Его увижу В принципе Так Ладно Ну поехали Критовать Надо попадать Критовать Хорошо Раз Живость Просто Мэлло Из 50 В 50 Попадает Молодец Ну и здесь Тоже 50 На 50 Но он под Сопрошен Молодцы Тут Овер А здесь Уходим Здесь В любом Случа Уходить Надо Открываю Дверь Выходит Стой 100% Крит Ой Люблю Я Вот Вот За это Люблю Я Пехотинцев Еще Один Бежит Фланг Что Ли Не 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 Он Не мог Успеть Ну Никак Не Мог Успеть Вы Уж Извините Но 95 Раз Могу Устрелить Еще разок Да Давай Вандорна Докачивать Два Был вроде Еще один Но этого Я бы Подвел Все равно Наверх Вдруг Там Второй Подходил Привет Мика Ждем Четвертого А Мехтой Там Еще один Ой Я не заметил Мехтой Че Пойдет Он Сам Не Я подожду Вот Идет 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 120 Сколько Процентов Это Как у Единой России Вы Посмотрите 138 Ничего Себе 101 Голосуем За Мехтой Вы Не Не Тук Стрелять Боеготовность Так По Кому Давай Сначала Если У него Ответка Будет А мы С Молниеносными Уклонимся Нет У него Ответки Лесом Он Найдет Значит Может Это И Последний Первый раз Такое Возвращаемся Нам Выдали 200 Баксов Мы Все Так Наверняка Какого-то Прокачали По крайней мере Из Лоу Левельных Да Парочку Гренадер С Берегами И Новый Пулич С Двойкой Точности Такое Лерис Плаваем И 200 Баксов Ну Короче У нас 360 Я Хочу Накопить На Последний Апгрейд Школе Офицеров Ген Иментификация Средний Ниск летит Приземлиц Я Надеюсь Оперативников У меня мало Усталось Один день Правда Сейчас Многие Придут Или Будем Пытаться Сбивать Да Давайте Оперативников Мало Мы же Сделали Пару Апгрейдов По нам Сложнее Попасть Мы Точнее Стреляем Плюс Еще Сейчас Аккуратно Не агрессивно Просто Аккуратненько По нему Посмотрим Насколько Время Если что Мы можем Протянуть Все Минус Обнаружен Объект Ошибка Грубая Ошибка Грубая Минус Перехватчик С лазерной Пушкой Веду Противника Грубая Генны Модификации Закончилась 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 Минус 360 Создание Нового Оружия Наши Солдаты Были лучше Накосячил Человечес Теперь Переняв Опыт Поверженных Врагов Мы сможем Использовать Вот Перед вами Гена Модифицированный Привет Сок Б Сок Спасибо Да Друзья Только денег Подкопилось Тут же Нужно Перехватчики Тратить Разбомбила Гражданский Блин Паника Возросла В общем В стране Где Ой Может еще Заказать Тогда этот Пушку Новую Хотя нет Дождите У нас же Сейчас Мы же Можем еще Гауссовскую Бахнуть Может сразу Нормальную Пушка Феникс Нет Турельный Лазер Нет Стоп А нам не дали Разве Пушку На Так Давай Пару Ускорителей А вон Миниган Гаусс Даже Парочку Возьму Спасибо Большое Давай Спасибо А то я чувствую Что лазерка Уже Все Заказываем Томатный Да Свежий Причем Домашний Томатный Сок Очень вкусный Мобильная Броня Сейчас Делается Силовая А это На БМП Ё Так Так То есть Мне не дали Пушку Да Гаусс На На Продвинутых Лазер А в Литейке Греть на Фениксе Точно Вот Вот Она Феникс Улучшена Гаусс С пушкой Но Феникса Надо Еще Делать Правильно Они Дешевенькие Хотя Дешевенькие Возможно Модификация Будет Дороже Стоить Короче Я Попробуем Попродавать Немножко Трупов Бахнуть Проект Этот Может Ну Не хватает Мне Лазерной Пушки Уже А 120 Сплавов Я Тогда Сейчас Не Смогу Броню Сделать Да Сначала Дождемся Когда Доделается Два Дня Мобильная Броня Ученые Канада Там Все Хорошо По запросам Нет Не Сейчас Снайперская Винтовка Гаус И РПГ И Следовалась Мобильная Силовая Броня Так Броня Банши Доступен Броня Эгида И предмет Противоударная Защита Броня Кашстюм Банши Броня Питается Отлеривая Микробатарея При создании Брони Преследовались Только Одна цель Мобильность Встроенный Крюк Позволяет Практически Любой точке боли Бла-бла-бла Противоударная Защита Тяжелого урона Получаемый Штурмовиками На ближнем ударе На ближней дистанции И Эгида Ой Это вот Универсальная Типа Жирная броня Лерева ячейка Для эффективной Мобильности Вес Слишком велик Вскроем Командором Для начала Посмотрим Посмотрим Что у нас Там По характеристикам Брони Баньши Сплавов Элерия Дофига Доп Очки Здоровья Три Крюк Четыре Мобильности Двенадцать Защиты Эгида Это Аэгис Типа Да Сто сорок Сплавы Элерий Семечков Здоровья И два Мобильности Нет Парочка Таких Бронек Мне нужно Сохранение Оперативников Я бы Еще Сейчас Денег На Хотя бы Одну Для разведчика Ту броню Или Не тратить Сплавы Копить Блин А что По этим По По кораблям Лазерная Лазерная Лавина Лавина Тут Ремонт Еще Тут Кстати Надо Перевести Перехватчик Вот сюда Хотя бы Чтоб Двоечка Была Хоть Мелкие Сбивать Низкий Рейдер Нет Доступных Игнорим Слайм Рейнджер Это Очень Хорошо Что Сел Это Сплавы Это Все Что Мне Нужно Итак Рейдер Рейдер Севший Это 20 Человек Приблизительно Поэтому Мелочиться Не Стоит Единственное Что Я бы Конечно Еще В офицерской Школе Бахнул Исследование Но Денег у меня Точно На это Нет Я хочу Ракетчика Учитывая То Что Мы С вами Новый РПГ Сделали Специально Для него У Основной Урон 4 10 У Гаус 6 12 Может быть Даже Какие-то Там Дополнительные Штуки Ему Мы Даем Лазерный Карабин Для увеличения Точности Дальше Не будем Экономить Потому что Миссия Потенциально Очень опасная И довольно Ценная В плане Ресурсов Поэтому Дмитрий Михайлов И Фенрир Точно Отправляются В бой Ой Дробовик И сплавов Еще есть С автоматами С Прицелами С Бонусным Уроном Разведчик Фенрир Пока В панцерке И с Лазерным Пистолетным Пулеметом Для Пущей Мобильности Хочется Взять Гэмбла Для Бонусной Икспы Потому что У него Это Хороший Офицер Да Он Не такой На мой Взгляд Полезный Потому что Он Инш Но С другой Стороны Он В принципе Хорош И мы Давим Пистолет Пулемет Для Мобильности Или Все Таки 79 Меткость Но Бонусов Никаких Нет По Меткости Бобра Бы Дальше Качать Потому что У него Есть Куда Ему Расти Короче Говоря Да И Под Снайперов У нас Есть Пока Еще Новая Снайперская Винтовка Надо Ее Апробировать Может Даже Бонусный Урон Ей Поставить Хотя Нет Меткости Не хватает Будет Обидно Не попадать По Людям Кода Д Берем Пулемет Единственный Панцерка Гаус Двойной Выстрел У него Есть Поэтому Прицел И Бронебойки Блин У него Точность Не очень Высокая Давайте Прицел А прицел У нас Остается Два Вакантных Места У нас Есть Большое Количество Людей Это Второй Снайпер Причем Под него Есть Лазерная Винтовка Это Пара Новых Медиков Которых Нужно Подзвание Качать Потому что У нас Медиков Явно Не хватает В любом Случа Берем Медика И Наверное В любом Случа Берем Второго Медика Нет Почему Потому что У тебя Не будет Медика На следующей Миссии Не факт Что этот Успеет Выйти Фигово Я бы Блай Еще Подкачал О Давайте Генномодифицированного Разведчика Подкачаем У него Характеристики Великолепные 74 Меткость 4.16 То есть Он ГМОшник У него Что мы там Ему делали Мы ему там Делали Как раз Разведочку Чтоб он Шкурой Чуял Где противник Находится Окей Ему Пока Выдаем Так Маркс Минскую Винтовку Я понимаю Что у меня Есть Разведчик В этой Миссии Но Надо Качать Так Бобру Медик Фаланга К сожалению Не хватает Мне тут И прицел Видимо Да Севшая На ложках Не та винтовка Чумандр У снайпа Не та винтовка А я снайпу Дал Обычную Винтовку Хагош Снайперская Винтовка Гаусс 5-9 Крупнокалиберные Мало Патронов Типа Посмотрим 9-12 Урон Очень хорош Итак Что у нас Получается Качаем Рокетмена С повышенной Точностью Пехотинец Разведчик Топовый Потому что Миссия На двадцатку Инж Потому что Офицера Другого нет Бобра Подкачиваем Кододей Подкачиваем Медика Разведчика Подкачиваем Четыре человека На прокачку У медика Гаусса стоит Все хорошо Давайте сделаем Приметы доступными Мне кажется Что я мог Там еще Нет У меня последний Броньки Видите Немножко уходят Но сейчас Две новые сделаем И будем потихонечку Ротацию менять То есть На товарища Который спереди Уже надевать Айгис И так Разведчик у нас есть Страховочной аптечки У нас нет У нас только Одна аптечка У медика Это очень плохо Не хочется Не хочется Вообще не хочется Пуле еще надо давать Кододей Вместо Обычного прицела Давай аптечку дадим Поехали Поехали У нас тут угол У нас тут угол Ну топовый разведчик Идет вперед Фенрир Инвиз И поехали Сканы кидать Смотрим кто вокруг Нету нормального Возвышения Для снайпов На старте Это не очень хорошо Я не буду Пожалуй Пока кидать Ничего А потому что Так бобра Назад Пока назад Кода дэй Пусть так Дмитрий Михайлов Пока так Ну то есть Может быть мы услышим Там когда Так еще один разведчик На прокачках Ясно Начинаю наблюдение Может мы паки Какие нибудь услышим Начинаю наблюдение Слушай мы там Снова топают вроде Топают Мехтоид Здравствуйте Перескоем Видим сразу Ага О мехтоид Сразу слева Много сектоидов Уже надо Передислоцироваться Друзья В теории Они могут выйти Уже в следующий ход Ко мне Поэтому Отталкиваемся От Да Тем более Я могу сразу Пулить На мере этого Кода дэй Стоит не очень хорошо Если танковать То инжом Блин Тут еще один Разведчик Который не очень Давайте его назад Сокола тоже Уберу Сейчас Подальше Что По идее Могут быть Неприятности У меня Что в возвышении Есть хоть какое-то Да Давай сюда Тебе тогда Что На внезинке Полуукрытие Мне не нравится Но К сожалению Хотя Ты можешь В принципе Чуть назад Отступить Учитывая Общий вид Скорее всего Сможешь Сопросить Михаилов Повер Повер Блин Ну ты прицеливайся Дурачок Желательно Тут конечно Рокетом Бахнуть Потому что Сразу Он ушатает Всех сектоидов Вокруг И не будет У нас Ненужного Бафа на Мехтоиды Инициировать Нужно Рокетчик Он вроде Готов По рейнджу Стрелять Ага Харина с 2 Ему не хватает Рывок Может мне Конечно Боком Выйти Я думаю Надо делать Это в два Хода То есть Подходить Куда-нибудь Сюда Для начала А потом Может к этому Фуллкаверу Поцеливаемся Нет Дмитрий Нет Там Полукавер Готовность Номер Один Рокет Там Должен Инициировать Прекрасно Шесть Человек Стоит Улыбается Пепс Подержал Ваш канал Пепс Спорили Блин Михаил Вы знатный Любитель Пошагово Тактических Стратегий В Батлетеч 2018 Играли Если нет То планируйте Нет Пока не планируем Пока не планируем Бобер Может конечно Бахнуть Критулечку Поэтому Давай попробуем Шнадцать Нифига себе Как Гаусс Стрелять больше нечем Нормально Окей Здесь Конкерить надо В любом случае Даже не прицеливаться Хотя можно было На самом деле Можно было Прицелиться И под овер уйти Разведчика Убираем Подальше Да ладно Я сначала Убежал Так достаточно далеко А потом Срабатывает Только овер Ну здесь оверы Как бы Здесь наверное Даже Даже ханкер Вы знаете Сейчас бафать будут Сектой Да сучки Но туда нужно Рокет конечно Закидывать Да слияние Но это не того Он бафает Не рассчитал я Ракетчик Не рассчитал И кто это подходит Двадцать восемь Он очень точный Фулл кавер Как бы Семьдесят три Что Сопротивляемость Хорошо Все атаки У нас Идут Ремонтирует Никто Или Тут перезарядка Бобром Я готов Тут скорее всего Надо Ставить пару меток Это раз Метка Ну и плюс Подранок Что конечно Очень важно А у него Нет больше Других целей Просто вижены нет Ну тогда просто Второй раз Стреляем Два Здесь в принципе Можно закинуть Рокет Возможно даже В Вот в этих Дальних Двух барсуков Или вот так На самом деле Тут особо уже не критично Использовать рокет Я бы здесь даже Свалил Если честно Ну раз Стрелял бы Мехтоид А остальные Пусть А инженером Свалил Он просто Здесь Овервотч По саппорту Здесь Типа Ханкер С одной стороны Но Не давай Ханкер Пофиг Овер Дроид Если кто Ну постреляю Окей Жалко Что Дмитрий Михайлов Не алё Не работает Самая большая проблема Надо отступать Былом Дальше Потому что Этого могут Коцать Пси атаками Ещё топают Ещё Мехтоиды Есть Да Сапресс Пошёл Понятно Один процент Чё-то не торопятся Они подходить Гады Хотя стягиваются Постепенно И Сапресс На Гэмбла И атака Один процент Ну Такой Этот флангуется Ну давай Ладно По дальнему Раз Тут Сапресса нет И есть Всего Одна доступная Цель Поэтому ставим Метку 70 Скорее всего Второй раз Тоже по нему А он Умирает Я бы Дмитрия Михайлов Подвёл Да Наверное Подведу То есть Вот банально Например Саппорта Увести Потому что Ну Он не работает Настолько же Эффективно Как может Работать Дм Понимаете Хотя там Вижена Нет Чтобы нормально Работать Короче Ханкерим И Ушат Дальше Там Дроид И три Сектоиды Кажется Осталось 70% Дмитрий Михайлов Раз Они Кажется Поняли Что Ошиблись Сейчас Побегут Назад Ну Щебечется Кто Просто Так Трусливо Нет Что Пытается Один Процент Я Слышу Кто Перезарядка Не могу Достать Ладно Стреляем Чего И Не такое Попадали Враги По нам Давайте попробуем Фогасный Просто Снять Кавер Я понимаю Что Это Ну Мне Граната Особо Не нужна То есть У меня В этой Миссии И Рокет И Гренадер Поэтому Я знаю Кол Это еще И старая Часть Да и В И В Втором Кажется Та же Самая Тема Была А Вон Там Еще Один Снайп Точнее Этот Ну Пробуем Попасть 66 Такое Себе Конечно По вероятности Оверов У них Нет Но Зато Стреляем Ставим Метку Фулкавер Выбиваем Сразу Здесь Можно Подтягиваться Постепенно Ну Хотя Бы Для Того Чтобы Другие Люди Подходили Дэмит Вот Ну так Мы Просто Сдвинем Каждого На Клеточку Я Получу Конечно При этом Полуукрытие Вместо Фулкавером Но Что Может Сделать Маленький Раненый Сектой Правильно Ведь Дмитрий Михайлов Тоже Не Видит Ничего Что Да Так Давайте Я Наверное Пойду Разведывать Дальше Это же Средняя Ноложка Да Шатавший Мне Передатчик Вы Точнее Этот Вы Поняли Сектойт Уходит Сопресит Что Я Не Хочу Именно Сейчас Подходить Если Честно А Потому Что Там Может Быть Как Раз Еще Один Пак Давайте Дмитрий Михайлов Попробуем Расстрелить Там Еще Парочка Траев Есть Ну Низковероятных Конечно Но Зато Много Попыток Поэтому Так Здесь У нас Полный Ход Подхожу Наполовинку Где-то Можно Закинуть Скан По крайней Мере Вот сюда Куда-то Потому что Тут Что-то Возврушение Какое-то Странное Вижна Вообще Нет Поблизости Да Окей Не слышу Звук Слышу Так Разведчик Первичен Подходим Прям Близко Близко К Скану А Это Конец Карты То есть Слева У нас Скорее всего Ничего Нам Нужно Двигаться Вот Туда И Здесь Вообще Очень Похоже На Ладно Давай Скорее всего Увижу Нет Смотрите Перегруппировываемся Учитывая То Что Скорее всего Опасность Будет Именно Оттуда Бобер тут Вообще Не очень Стоит Его бы Поднять На Какой-нибудь Короче Поближе Мы его Ведем Но не очень Хорошо Когда у тебя Перка На Доп Снаряд Доп Патрон Нет Потому что Ты Получается В ДПС Очень сильно Теряешь На этих Снайперских Бинтовках Бинтовках Из того Что Ход Просто Тянут Перезарядку Да Крит Высокий А я Понял Сдвигаем Сейчас Разведчикам Вправо Пули Цапак Дроиды Слышал Мутонов Блин Не успел Я на позицию Нормально Выйти У меня Полукаверные Люди Ё-моё Ну а здесь Чистые Дроиды Так что Нормально У них Не урона У них Самая Самая Большая Проблема С дроидами В том Что У них Армор Конский Просто Это Прям 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 Беда Ага У меня Разведчик Палится Я думаю Что Надо Попробовать Рокет Все Таки Отклонение Правда Шикарнейшее Два Три Да Зачем Тратить Рокет Сейчас Скажи Мне Михаил Просто Метишь И Расстреливаешь Метишь Раз Ближайшего Метишь Нет Этот Сидит По нему Просто Попасть Метишь Два Стреляешь Дмитрием Михайловым Три Убиваешь Скорее Всего Не Скорее Сво А Нет Там Броня Встаем На Овер Вождь Потому что Это Эффективнее Здесь Просто Выстрел По Давай По Этому Встаем На Овер Здесь Вы Подойти Сюда И По Одному Кого Видишь Стреляем 75 75 65 Не важно Метку Хочу Просто Поставить Последующему Чтобы Дмитрий Михайлов Было Проще Попадать А у Ни Нет Кажется Метки У Этого Здесь Стреляем Как Получается Не Получается Здесь Надо Естественно Валить Чтобы Не дай Бог Не Короче Валю И снова В инвиз Мне Могут Сейчас Все равно Обнаружить И Смотрим Сейчас Три Выстрела На Овере Роза Стреляет Это Такой Себе Расчет На Дмитрия Михайлов Конечно Два Овер Оча У него С хорошей Точностью 80% Дмитрий Я понял Красавчик И Они Еще Обладают Отвратительной Маневренностью Дроидом То есть Фланговать Как правило Не могут Ну просто Потому что Сокращать Не могут Нормально Так Ну Здесь Та же Самая Тема Пока что Ставим Метки Ставим Метки На Дальнего Снайпер Стреляет По кому Может Сто процентов Точно Минус Дмитрий Михайлов Что-то Не видит Видимо Из-за Того Что тут Ну есть Проблема С деревом Оно Перекрывает Обзор Фенриера Качать Смысла Нет Дмитрия Михайлова Тоже А вот Розу Я бы Попробовал Подкачать 67 Может Добьет Жалко Да Надо добить Зачем рисковать Ну почти Гаусс Броню Шьет Офигенно А еще один Там Че-то Забыл Блин Дмитрия Михайлов Не хватает Уже Меткости Иногда Ему Наверное В генной Модификации Нужно Соответствующее Исследование На плюс Меткости После промаха В десяточку Сделать Еще Потому что Они часто Стреляют Два раза Что на Overwatch Что Просто Сходом Я готов И тут Пометить Нельзя Давай Фенрира Тогда А там Двое Там Пак Сикеров Ой Ой Че Полит Сикеров Нет Перезаряжайся Авери Может Турки Тогда Нет Прицелься Добрый Презерядись Скип Презерядись Сейчас Выйдут Сикеры Скорее Да Минус Один Попали По второму Но это Просто броня Минус Два Дмитрий Михайлов Все делает Хорошо Что Я ганеров Шесть человек Сделал Вообще У меня их Просто Миллион В каждой Миссии Пригождается В каждой Так Ну давай Пробуем Рокет Раз уж Такая Пьянка Пошла Там Вроде Как Народом Но не Распределились Блин 65 55 Давай Ладно Метка Так Выстрел Двойной Откатился Два Хорошо Попарим Под ранок Снайп По одной Цели Стреляет Что за Цель Окей Здесь пока Ничего Дмитрий Михайлов Наверное Просто Подранит Но он Может Ушатать В этом Проблема Это реально Проблема Ну давай Так Хорошо Метим Дальнего Добиваем Кем-нибудь Кому Нужно Ну вот Рокетмен Видимо Это должен Ха 52 Правда Конечно Должен Ладно Давайте Дмитрием Нет Так Нет Разряжаемся Так Это у нас Получается Третий Пак Чего Серьезно Да ладно Прям Сходу Решил Стрелять Опасно Чуть Рокетмена Не бахнул Дмитрий Михайлов Еще Выгоднее Конечно Второй Раз Не стрелять А ставить На овервотч Таким Образом Три Раза Стреляет Заход Получается Летанов Еще Услышал Сейчас Летуны 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 Кода Дэй Молодец Перезаряжаемся 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 Здесь бежим Просто вперед До следующего Фуллкаура Видим Мехтоида Сиктоидами Ну по-хорошему Конечно Нужно туда Бахнуть Рокетом Ну посмотрим Надо Еще не спулить То есть Бахать так Чтобы не пулить А они сами Идут Не факт Что я достану Не-не-не А нет Достаю Давайте попробуем Я понимаю Что 3.2 Но как бы Поехали Отклонение Высокое Но Все мимо Может не заметит Прицеливание Перезарядка Овер Овер Скип Не Не Показалось Не Они выходят Все равно Пошли Овервотч 90 17 урона Блин Нифига себе Как они бахают Сразу овер Еще минус Сиктоид Скорее всего Дмитрий Михайлов Пропрощает 96 Сейчас снайп Бахнет По А нет Стоп Мне наверное Нужно сначала Действительно сделать Шреддер Вот так Плюс меточка А потом уже снайпер Раз Да и второй раз Давай по нему Раз уж у нас Хороший урон Такой Снайп видит Не видит Вот и все Ну ладно Давай так Видимо здесь нужно Либо команду Либо дым Лорд Подчеркивание Сенсор Активирует Преум 6 месяцев Я думаю и дым вроде как он сможет Ой спасибо большое Лорд Сенсор За активацию И команду вроде как успевает Потому что у него вроде как есть Не нет Нормальный Я активировал Перезарядка Овер Овер Тут постреляем Конечно Но что-то не нравится Динамика Этот упырь все еще жив Здесь лучше вообще отступить Нет Овер лучше сделать Да потому что если он пройдет вперед Я должен ему урон наносить 1% 1% спасибо что не убил Спасибо Слияние разумов Это понятно Очень опасная конечно штука Особенно если на старте работает Дальше мы просто Простреливаем Проявляемся разведчиком Следующий дроид Его не обходит Тут еще Дмитрий Михайлов Помогает Я бы на самом деле Вот так вот меточку поставил На товарища Чтоб проще было его убивать Хотя тут в общем то И по щиту можно Поатаковать Не страшным Пытаемся убрать Не надо было сначала конечно Вот так вот пытаться убрать щит Щит убирается 817 тх поддержал ваш канал На 100 рублей И сообщает Привет И панцирь не пробует И мажут штурмашин И если ты хотел увидеть здесь PUBG То уходи Любое пасень спу Мы ищем кавера Когда в разгар террора Вылетает вдруг В блюскрин винта А что плохого кстати А там видимо Если с ошибкой то Это может крашнется Кибердиск еще Или туны Блин Реально много народу То есть мы убились 22 человека мы убили Вот так вот Просто играючи 22 человека убито И впереди еще пак И по крайней мере Два защитника Надо влево смещаться Потому что горочка такая Там обзор с этой горочки Очень хороший Я слышу кибердиск Поехали Смотрим Да он кибер О еще пак Слушайте их реально много Ну я попробовал снайпом Конечно Пошалить Но Снайпу слишком много Мешает Вещей Или все таки вправо сместиться От левого паком Да давайте Знаете что попробуем Сейчас я Не поленюсь Кину скан вот сюда Потому что здесь Возвышение хорошее И в принципе Можем его занять Тогда вот отсюда И фулкаверы тут есть Раз два три Четыре пять Как минимум Выставляю сюда Пулеметчиком Главное конечно снайпап Потому что он может Сразу бахать Сразу прям бахать Так А остальными Подтягиваемся так Более аккуратно Хотя В общем то Возможности есть Ну спрятаться зачем Понятно Так Марксманам Окей сюда Я бы инициировал Просто по этой По тарельке А нет Это один пак Получается Сикер просто При При это самое Присоседился Просто присоседился А что по Стрельбе У снайпап Маловато целей Плюс я тут Вижу еще Их Плохо я перешел Если честно Не я не должен Еще спалить Надо просто Чуть поближе Пусть ты будешь Полу ковер Ну зато Хоть люди Некоторые Стрелять будут Все Тут пока ничего Дмитрий Михайлов Ну не нравится мне Как он стоит Если честно Давайте поближе Сюда Немножко Хотя Да мало Возможно Сидеть Любым Могут Выйти Сейчас Разворачивается Да Переходит Направо В принципе Я бы сейчас Разведчика вернул Учитывая то Что он нифига не видит Но как бы может Поэтому он проходит С своей грандиозной Мобильностью Прям вот Пытается подсветить Всех Там пять человек Вижен грандиозный Рокет Конечно Рокет Кстати неплохо бы Залетел Если бы Давайте еще разок меткость Нет Подожди А может сейчас сразу Снайпом бахнем Нет Опять целей нет Нормальных Тут мне могут Флангануть Ну а че ж поделать Прицелились 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 Ну несколько опций есть То есть Они сейчас на меня Например Начинают выходить Может быть в таком случае Я смогу достать Это тоже кстати лучше Посмотрите Вот так вот Поехали Хорошо Сразу минус Два дроида Этот открылся Под снайпа Сикер в инвиз Ну это все ерунда Конечно Самое главное Что снайпер Опять нихренашеньки Не видит Будь он не ладен Тут фланг Может быть просто Ладно Давай тогда Убиваем дроида Раз Здесь я подойду Вот так Чтобы прикрывать Снайпером Овер Ну Гренко он не успеет Закинуть Это точно Понятно Метку на этого Упыри оставим Ну и просто Урон наносим Сладко закрылся Овер Нельзя стрелять здесь Прицеливаемся Я бы отошел здесь Потому что могу Словить фланг Ну а зачем мне От сикера терпеть Правильно Дрон Кибер Кибердиск Ремонтирует Есть у меня тут Пара-тройка Овервочей Под кибер Ага И кибер отошел В общем Может быть это Кстати и плюс Потому что я тогда могу Увидеть Его Под другим углом Ой конечно Закидываем Скан Видим Дроид Только Снайп Его Опять же Не видит Начинаю наблюдение Сканирую Скан Клух Пару Готовный Шпанер 1 Я Меж Внимание Да Кибердиск Видите я не докинул Скан Кибер идет Два овера Несерьезных Кибер уже здоровый Блин Там полукаверы Он летает Но там очень хорошая точность Будет Еще три овервочи Низкая вероятность Все поглощается Броней Но только снайпер Восьмерку Мимо брони Пробивает Чего боегатовность Хорошо Тогда все нормально Тридцать два мимо Тут наверное уже Пулич будет работать Еще есть один пак Кстати А если Пулич работает То это извините Это и Метка Правда второго выстрела Нет уже есть Двойной выстрел И урон хороший И подранок Что самое главное Наверное Скорее всего Надо будет сделать дым На всякий случай Что я Кибер Вроде как Не добиваю На этом ходу Ходим Посмотрим конечно Но не должен Слишком отбронированный Гад Да и лучше Закинуть дым По крайней мере Вот Подожди А как ты Собираешься От гренки Уходить Скажи мне Может тогда Мы стригерим Овервотч Подведем Дмитрия Михайлова Да давай так Тригерим Овервотч На 3% Ну Просто это Менее опасно Чем Чем рандомить Вы понимаете Дмитрий Михайлов Просто не на позиции Сейчас будет Ясно Добрый Как говорится День Минус кибер Давай так Овер Овер Все Тут Ответный огонь Но Ой А у меня тут Я тут открыт Блин Тут у меня кавер уничтожили Ай 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 Это опасно Сейчас меня может Сикер ранить Инжа Не Он Он пошел к другой цели Вообще Нет 70 все таки Да Крит на 4 Хорошо оружие Несерьезное Кибер бы мог и шатнуть А тут броня Все поглотила Вообще Изи Тем не менее Отступаем Снайп стреляет Потому что может Единственная цель Привет Дафт БП Опять же Меточка Готово Так лечим Восстанавливаем Точнее броню Повторюсь У меня аптечки уже Грейжены Так что мы по 6 Восстанавливаем Апгрейд хороший Особенно когда Броня появляется Уже такая Которая Слушаем Да Еще по клетунов Минимум Уже 27 пришельцев Убили Сколько же мне за это Дадут Плюс еще в тарелке Внутри Но это новый тип Тарелки был Заряжаемся Все таки Продолжим Готовность номер один Вот я Сканирую Гбоя готов Слевым Ага Давайте летунов искать Вот здесь можно Соответственно Продвигаться Под более удачные Укрытия Потому что Это место Ну Не самое удачное Как По итогу получилось Конфирми Ля позицион Так Инжа Командироваю Еще тоже Где-нибудь По Блин Неправильно Поставил Это был Обычный Средний Рейдер Просто Засада Икс Противников О Новый летун Что это Похоже Это Улучшенный Образец Блин Какой-то Новый летун Какой-то Новый летун Блин Интересно Конечно Работаем У него Пушка Мощнее И Жизни у него Дофига Было Уууу Так Прикольно Раз Два Допрыгался Тут Хорошие Хул Кавера Вообще А Избил Чисто Подойти Чтобы Было Больше Обзора Какой-то Он Злой Чтоб Типа Мамки Типа Босса А давайте Команду На Этого На Пулич Что-то Мне А Пулич Не Достанет Точно Снайп Можно Команду Перезарядиться На самом Деле Я бы Кинул Дым Если Честно Тут Overwatch Еще Один Да Я бы Определенно Кинул Дым На тех Кого Видно Хотя Никого Из них Не Видно Я Не Сучу Просто Никого Не Не Видно Из них Что Овер На 4% Блин Вот Рано Или Поздно По Мне Так Могут Попасть Но Она Плотная Я Взял Специально Дополнительный ХП Чтобы Меня Не Шотали Вот В Попад Попадает Молодец И 16 Скрип Прок Следующий 70 Дмитрий Михайлов Показывает Как Надо Стрелять Вообще Ушатывает Просто Ну И Вот Это Еще Не Босс Ремонт Так Я Бы Конечно Ж Подразведал Потому Что Потому Что Мне Нужно Для Общего Вида Чтобы Работал Марксман И Хэвик Поэтому Кидаем Подходим Кидаем Скан Когда Понимаем Что Не Хватает Нам Обзор Да Видим Второго Хэвик Может Работать По Обоим Как Потенциальный Фланг С одной стороны Но Он Стреляет Раз Стреляет Два Вопрос Только По Кому Нет Он Стреляет Только Раз Овер Марксман Не Видит Ни Хрена Что Поделать Давай Выдаем Сюда А Теперь Видит Хорошо У него Еще Ремонт Давай Команду Наполич Хочу Все Таки Этого Например Подсопрессить Ну Не Хочу Я Рисковать Овер Все Теперь Уже Снайпер Будет Работать Скорее Всего По Нему Но Только После Выстила Пулеметчика Естественно Потому что И шреддер Ты метка Снайпа Надо качать Бобер Бобра Да Ему Как раз Перезарядка Нужна Взял 8x 80x Дают За Этого Разряжаемся 32 Человека 32 Человека На этой Ножке Ну Больше 34 Минимум Получается Слушаем Не слышу Никого Есть Предположение Что Что Истоватся Только Люди Внутри Защитники Перезаряжаемся Готовимся Да Похоже Это Они Остались Только Подходим Раз Не Видим Ног Спасибо большое Добрый вечер Чем Добрый Добрый Видим Два Человека Понятно Ну По крайней мере Два Их Видим Короче Надо Уходить Просто Уходим Так Пулем Сейчас Мы Их Уже Не Видим И Маскировочка Сюда Здесь Аверин Даже Так Не Нравится Мне Как Стоит Снайп Что Ему Может Быть Не Видно Из Этих Чертовых Деревьев Его Лучше Даже Куда Сюда Провести Что Они Через Парадные Выходят Так Стреляем Хорошо Попадание Сразу Но Это Не Самые Сложные Враги Он И Не Видит Нас Пока Что Просто Регенит Так Бобра 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 Опять Эксп Даем Пытаемся Что Он Там Попал Но Бобер Как Видите Не Очень Меткий Там Кавер Снесли Если Балахин Кереть Да Может Попасть Хотя Овер Еще Один Молодец Вот От Кого От Кого От Ракетчик Этого Не Ожидал За Них 130 Дают Больше Чем За Этого За Босса Летуна Опять Меточка Я Подошел Дмитрия Михайлов На Страховку Тут 66 С Хорошей Вероятностью Убить 75 Дмитрий Михайлов Молодец Вроде Все 34 Человека Без Ранений Такое Количество Икс Пыща Зайдет Ох Причем С Бонусом 25 Процентов По Да Но Только Три Повышения И Бабер Не Прокачался Роза 78 Овервотч Плюс Две Меткости Всего Лишь Метки Глаз Это у Нас Хэвик Стабильность Платформы Или осколочный Каждый Противник Получает Пораженный Противник Получает Дополнительный Урон Так Любого Рода В течение Четырех Течение Конечно же Конечно же Вот это Отличные Дебафы Такие И Генномодифицированный Разведчик Через Через Кан Да Не так же Много Экспы Получил Ой Сколько Элерия 170 Сплавов Борткомпьютеры Ой Друзья Денег Сейчас Можно Конечно Получить Массу Просто Масс Баблам Вскрытие Командира Сектоидов На что Мне Деньги Одну Броньку На мобильность Больши Сделать 140 Желательно Еще Одну Тяжелую Броню Хорошую Так Продаем Трупы Продаем Пока Элерии У Михаилова Юбилей 100 фрагов Офигеть Может Вспомнить Еще Про Перехватчики Да Греет Пушкина Перехватчик Вообще Да Давайте Потому Что Видите По Боевым Вот На миссиях Мне пока Боевым Ну Хватает Да Хватает Там Брони А вот По Воздушным Боям Я колоссально Проигрываю Поэтому В литейку Отправляемся И берем Улучшенную Гаусску Насколько На 12 дней Причем Мне нужно Тогда Сейчас Стоп А мне Нужно Мне нужен Спойлер Друзья О Подавляющий Гаусс Пушки Есть Сила Пробивания Брони Гаусс Оружие Вопрос Такой Мне нужно Я предупрежу Их Что вы Начинаете Новый Проект Мне Нужно Нужно Закупать Старые Фениксовские Пушки Или Откроются Новые Гауссовские Или Прогрейдится Старые Кто в курсе Просто Если Прогрейдится Старые Сейчас Массово Закупаем Гаусс Феникс Пушки Если Нет Это Абсолютно Бесполезная Штука Я потрачу Деньги По формулировке Вроде как Они Грейдятся Но я Не уверен Поэтому Я прошу Экспертов Которые Знают Как Оно Там Будет Рассказать Что Да Да Такое Пишут Просто Да Говорит Кайф Грейд Хорошо Тогда Делаем Учитывая Их Невысокую Стоимость Сразу Три Пушки 270 Там Надо Еще Пулканов Не Сделал Лорд Подчеркивание Два Косаря Неплохо Спасибо Большое Рассказывает Добрый Вечер Чем Андер Смотрю Тебя На Ютуб Еще С 12 Года И Старкрафта 2 Спасибо Что Все Эти Годы Не Забывал Здороваться С нами В записи И подарил Гору Эмоций В самых Разных Икщамах Решил Наконец Зайти На Стрим Чтобы Отблагодарить Желаю Всегда Сохранять Свой Позитив ГГ Блин Вот Очень приятно Не Не столько Из-за Суммы А сколько Из-за Того Что Человек И давно Смотрит И все Таки Решился Перейти На ГГ И Сказать Что Он Здесь Короче Три пушки Делаем Спасибо Большое Три пушки Делаем И Стоп А агенная Модификация У нас же Там Слот Свободен Есть ли У нас Дублирующие Товарищи Можно Снайпера На самом деле Но он Не Дублирующий То есть Мне пока Нет В составе Бойцов Которых Б Нельзя Сейчас Делать Новые Перехватчики Скоро Будут Вот Это После Ты убиваешь Человека И баф Вокруг Надо Пехотинцам Перехватчики Инженеров Зелерии Нет Ой Лучше На авианика Еще будет Ой На сообщении Совета Россия У нас Выходит И соответственно Бонус у нас Не будет Региона И серьезные Экономические Проблемы Ускорение Это Ладно Я просто Несколько Сделал Штук Авианика Прекрасно То ли Это меткость Плюс 10 То ли Это Отклонение 15 Новое Сообщение Превосходно Россия Минус А почему Россия Не вышла Полностью Оправдывает Все наши Ожидания Мы Надеемся Что Ваши Успехи Это Первый Шаг К Окончательной К Окончательной Вещества Так Нужно Точно Одного Пехотинца Отправлять Не забывайте Мы Видим Все Для Этого Нужно Бабло Выходим Из Минусом Русский Не Сдаю Сегодня Утром Почти Страну Инженеры Должен Сказать Мы От помощи Ну что Я бы Взял Собер Очень Перспективно Конечно Все На Феромоны Доброволец Будет Подготовлен Чирургическому Вмешательству Когда Генетическое Мобиалист Прошел Генную Модификацию Ученый На трупы Сектоидов Не уверен Что это Правильно В общем Скоро Бронька Будет Спутники Пушки Феникс Соколик Возвращается Средний Высокон Я его Не собью Минус Спутник Судя по всему Да Минус Спутник Блин Денег Нет Так Давайте Генную Модификацию Я уже Отправила Новичка В лабораторию Можно Соколика На самом Деле Ему Особо Не нужно Плюс Пять Меткости Хотя Плюс Пять Крита Может Быть Но Это Не Так Важно Можно Понти Сделать Хотя Увеличивает Усталость После Миссии На Три Часа Наверное Не стоит Почему Не стоит Это Мелочевка Медика Можно Одного А Медика На Что Второе Сердце У нас Этого Нет Восстановление Нет Тут Больше Ничего Пока Делать Ноги Чтобы Лазили Везде Да Ноги Снайпам Не нужны Ноги Скорее Штурмошам Нужны Каждая Такая Медификация Увеличивает К Видите Не Ноги Вещь универсаль На самом деле Не 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 К сожалению Это Мили Спутник Скорее О Короче Борт Компьютер Пришлось В три Штуки На Капрал И Двух Инженеров Берем Или Не Берем Деньги Нужны Сейчас Как раз На Спутник Подожди Не Сейчас У нас Бахнули Спутник Нет Не Не Бахнули Не Понял А Как Так Так Феникс Два Дня Регида Четыре Дня Модификация Спутник Скан Экзальт Пять Блин Может Все Так Лаборатория Генетики Раз У Дмитрий Михайлов Сарамонов Не Подожди Ты Сейчас Всех Пехотинцев Не У Тебе Есть Точно Поехали Все Это Бафферов Мы Делаем Из Стрелков Или Все Так Три Борт Компьютера Это Довольно Большие Деньги На Сам Деле Три Борт Компьютера Это Серьезные Деньги Это 180 Бойцы Вот Один Оперативник Мне Особо Не Нужен То Это Капля В Море А С Деньгами Колоссальные Проблемы Поэтому Я Не Буду Выполнять Инжин Обломки Дронов Лесом Тоже Идут Сейчас Пушку Феникс Вот И Надо Сейчас Всем Или Рановато Выдавать Сколько Там Нужно В Инженерке Пять Дней Да Там Они Два Дня Только Будут Ставиться Оснащение Пушка Феникс Оснащение Пушка Феникс И Место Лазерной Пушки Тоже Оснащение Пушка Феникс Классальное Время По Ремонту Блин Это Просто Меня Очень Сильно Вымораживает Если Честно Сюда Оснащение Лазерной Пушкой Потом Переведем Не Лучше Сейчас Перевести Перевести Не знаю Сюда Вскрытие Командира Сектоидов Здесь Сейчас Да Стащик Энергии НЛО Трупы Берсерков Один Труп Берсерка Нужен Элири Сплавы Фрагменты Сплавы Ну Для Мэков Но Я не Уверен Что Мне Мэки Нужны Сейчас То есть Тратить Сейчас Деньги Потенциальные На Но Не Делать Исследования Это Тоже Так Себе Идея Ладно Давай Ученые На Трупы Да Спутники К запуску Готовы Это У нас Страховочный Спутник Насколько Я понимаю Да 8 из 8 1 Слушайте Расскажите Пожалуйста Я могу Странное Твое Ну Например Я сейчас Чувствую силушку Богатырскую И говорю Ёпы РСТ Я полетел Короче Я хочу Регион Отвоевать Что мне Для этого Нужно Сделать То есть Вроде Тут есть Механика Возврата Возврата Стран А Через Штурм и баз Я понял Нужно Дугомет Окей То есть Нужно Изолятор Сделать Изолятор У нас Сколько 10 Энергии Для этого Нужно Пару Сделать За 350 Короче Денег у Мне нет Сейчас Броня Сделается О А вот Деньги Хорошо На нас Плавы Вот Мне Такие Запросы Нужны Джанк Возвращается Сейчас Мы будем Экзальт Сканить И Гида Рада Что Вы Не Забываете Научный Отдел Шеф Я Уже Отправила Новичков Лабораторию Ну что Продолжаем Модифицировать Доброволец Будет Подготовлен К Хирургическому Вмешательству Когда Генетическое Модифицирование Хочется Мне еще Одного Пехотинца Вытаскивать А Хотя Нет У меня Есть Второй Давай Тогда Модифицируем Мне кажется Неправильно Сделаем Привет Снова Эгида Очень хорошая Броня Тяжелая Уже А Эгис Скан Экзальта Прямо Сейчас Делаем Там даже Два Ивента Почему-то С сканом Секретная Секретная Операция Сканируем Три Места Ё-моё Давайте В России Чтобы Панику Снизить Не хочу Секретная Операция Выбираем Штурмовика Из доступных Джанк Есть Есть Еще Фруктов Все-таки Я не понимаю Зачем Пришлось Все это Затейли А Джанк Сколько 13 Плюс 3 Ну это Так Это Давайте Молодого Возьмем Хотя Какая разница Сильно Он не может Помочь Блок Одиночка Да Рананган У него есть Нет Давайте Этого Товарища Джанго Пистолет Здесь Убираем Ради Маневренности И Наверное Ему Карапасы Дадим 13 Плюс 3 Хотя Карапасы Против Этого Особо Не нужны Но Они Сильно Маневренность Снижают На 2 Добавляют А Милишных Там Нет Нет Давайте Все-таки Это броня Как Никак Отправляем Агентам Раз Два Три Четыре Пять Пять Центр управления Ученые Нет Улучшенная Пушка Феник Сейчас будет Готова Есть Есть Сейчас Теоретически Наши корабли Должны быть Получше То есть Сейчас Перевооружение Три дня Дожить бы И уже Должны быть Получше Я не знаю Там Насколько Плюс Точность Еще Ну Можно Последних Там Пацанов Дмитрий Михайлов Что у нас Давай ему Как раз Раз Благодарю Командир Доброволец Будет Подвергнут Хирургическому Вмешалу У Алисы Два Мода У Кибера Два Мода Уже А не хватает Ресурсов Прикольно Помодифицировали Ну все Мелда Не хватает Не Можно конечно Направить Чтобы там прыгали Люди Но Пока я думаю Что стоит Оставить И подкопить Мелд Так Низко Низко Летит Большой Террор Что ли Нет Похищение Отлично Высокое И 240 Поехали Так У нас с вами Ух Ух Во-первых У нас новая броня Во-вторых У нас Под соколика Прям снайперская винтовка В-третьих У нас Генная модификация Конечно Хотелось бы Сейчас еще Полканов Бахнуть Чтобы Взять еще И начать Тренировать Меткость Но Что ж поделать Выбираем Бойцов Алиска Топовая Но я бы Сайбера прокачал Он прокачан Михаил Понти тоже Максималка Но у нее Ну короче Медик Тимист Не Надо пикселову Закачать То есть Понти убирать Пикселову Заставить Пикселову Тоже у нас Генномодифицированный Правда Одна модификация Но тем не менее Снайпер На следующий раз Медик На следующий раз Пулич С запасом Иван Дорна Берем У него тоже Не максимальное звание Хотелось бы взять Еще два слота Ракетчика Качаем Можно кстати взять Еще одного Ракетчика Можно Я думаю Разведчика Надо выкачивать Тоже Вот брать Этого топового Красавца С генными Модификациями И качать Итак Кто у нас На передовой Пулеметчик С опрессом По нему Приоритет Конечно повыше Но Вот давай Да и все таки Так у нас Две эгиды Плюс семь Ё-моё Какая же Это грязь Прокачиваем Пикселоусом Одно звание Ему Плюс урон Второй Тоже Эгида Девять Плюс семь Господи Вот это мы Дожили Блин Ребята До Доброник Нормальных Это еще Генномодифицированный Товарищ Они бафать Вокруг все будут Надо только Периодично Ну так Их Менять Ну тут Естественно Мы берем Винтовку Снайперскую Винтовку Гаусса Соколика Перезарядки Есть Сошка И Может еще Боеприпасы С оболочкой Для бонусного урона А что у него 110 урон 110 меткости Зачем ему еще точность Разве что ради крита Да давайте Сделаем все таки Плюс еще урон Он Должен Очень больно бить Так У этого Генные модификации Никакие Здесь Панцирный Бронекостюм Скорее всего Автомат Гаусса Потому что Он Хорошо прокачан Скорее всего Можно имплант Конечно Респиратор Но Наверное Пока что Тогда Пулеметчик Да Бронекостюм Да Гаус Двойной выстрел Да Прицел Бронебоины Мне особо не нужны Там все равно Пробивают Неплохо Снайпер Мимо брони А вот Это ему особо Точность не нужна На самом деле А бронебоины Как еще раз Снижаются Противляемость Урона Врагов На два Это при попадании Или работает Как метка Кажется Как метка Работает Так Здесь у нас Гаус Рокеты Все нормально И разведчик Который Качается До инвиза С биоэлектрической кожи Звучит Конечно Неплохо Поехали У Соколика Два выстрела Может патроны Он все равно Два выстрела А нет Он два выстрела Может сделать Да Кстати Ну не всегда Может реально Экстенденд Надо было брать Ой Маленькая карта Придется поработать В Британии Пришло сообщение С большой земли По городу Шастают пришельцы Надо отправляться У него есть плюс один У него все равно Два выстрела Из-за Обилки То есть он Периодически будет Стрелять дважды Да Узнаю Это местность Мы на точке Прошу разрешение На выброску Десант Нравится Вас понял Рейнджер Десантирование Разрешаю Поехали Ёппары Сразу Средспа Кибердиск Дроиды И пачка Пачка Хороших летунов Блин Какой рез Подстойный Ой Ёй Ёй То есть я пули Тут минимум Два пака На старте Надо на пол кавера Приходить Вопрос Могу ли я вот так Подойти На единичку Хотя мы В том случае Надо рокетом Это пытаться сделать И целиться Снайп подальше Все равно кавер Хватит на всех Тут впритык каверов В общем Этого назад Ганера Вперед Жопа Начало просто отвратительное Друзья С Богом Летят овер Да Это точно Поехали Очень плотно Опять Еще пара оверов Два лету Наверное У них такое что-то количество Здоровья Мне не нравится Наверное Сюда шреддер Трокет Прокидывать Сразу же Чтобы Ушатывать Эти каверы Это вообще Жесткий Плотный Да Давай так Поехали Ну шреддер Мне нужен Просто чтобы Нормальный урон Нанести Сейчас уже Можем расстреливать С хорошей вероятностью Надо сказать Главное Чтобы вижен был Этот вижен Что-то Совсем не завезли Ну то есть Вообще Не завезли Ёпы РСТ Ты только Этого видишь Да Стреляем Два раза Раз Так Снайп Ведет двоих Снайпу Наверное Надо по левому Бах Сразу С критом 8 урона Плюс крит 71 крит И Ох Как Как И двойной выстрел Ооо И второй выстрел На ту же Ооо Ооо Это были Типа Крутые ребята У меня тут еще Оверы остались Ладно Перезаряжаемся Че тут еще Люди не стреляли Все Блин Кайф Ну это Шредер рокет И Улетают Окей Кибердиск Там Завалился Во-первых Я отвоевал Уже Какое-то Количество Укрытий Это Безусловно Радует Я Хотел бы Конечно Подойти Так Чтобы Видеть Дальше Но для начала Я бы проверил Вот здесь Вот и наверху Паки Их нет Уже Хорошо То есть Мы отсюда Можем уже Улыбаться Здесь Желательно Вот занять Еще вот эти Вот два Полукавра Особенно Теми Кто Не ну Это было Очень круто Прям Прям я рад Ближе Пока не подходим Потому что Снайпер Все равно У нас Не алло Различек Тоже Отходил Улетают Они дальше Это Как раз Возможность Занять Слева Еще Кто-то Бегает Фингманы Что-ли Серьезно Так Я подхожу Так Пытаюсь Как можно Больше Разведать Вижу Еще Пак Два Кибердиска Наверное Вот сюда Надо Передислоцироваться Постепенным Ну реально Постепенно Потому что Мы тут Должны С оверами Двигаться Двигаться Снайпер Пулич Поближе Подвел Не успевает За фулкавер Соколик Тоже Не работает Здесь Его Хотя бы Вот сюда Вот нужно Чтобы Вижен Был Рокетмен Может быть Кстати С этой Точки Уже Будет Через Какое-то Время Струлякать Разведчика Рядышком Да Он Уже С Богом Но это не все Еще паки Скорее всего Ой Извините Стукнул Уходит Кибердиск Давайте наоборот Подходит Увидели что ли Да Увидели Хорошо Пошли Пару Овервочи Кибер Как раз Открылся Да Очень плотный Паки Но это Рокет Прям Это Рокет Это Сюда Нужно Закидывать Рокет Мен Много Мелочи Просто Поехали Главное По-своему Не попасть Он вроде Там Попали По-двоим Только Диск Закрылся Еще А Это Был Не Пул Лайяр Привет Ставим метки Снайпер Работает 8 Скритом Должен Шатать Кибер Проблема Блин Во втором Паке Который Я спунил Двойной Выстрел По-дальнему Как раз Метку поставили 99 Это минус Здесь Надо Естественно Уходить Здесь 57 А Других Вариантов Нет Стреляем Ставим Метку Прощаем Жизнь Остальным Здесь Соответственно Как же Сложно По ним Попадать Выстрел Плюс Овер Тут Я бы Вообще Назад Ушел Сюда Вот Ну и Вернулся За фул Кавер Как-нибудь Но это Нет Это Плохая Идея Овер Луч Перезарядка И Овер Видимо Сюда На доса Поставить Подходит Сиктоид 34 По Вандорнам Мажем Кислоте Дроид Но это Не то Хорошо Снимаем Помним про кибердиска Которая сейчас будет Еще два раза 63 68 Молодцы Ох Еще баф Пошел По всем Ох Видели Убил И уже точность Другая Хотя Точность Другая Из-за того Что Кибер Здесь должен Кибер Выходит Смотрит Так Ну снайпер У нас не работает Поэтому Что ж Поделать Начинаем Пуличем Бахать Пуличем Два раза По 100 Или Один раз По 100 В любом случае Как бы Да Это не двойной Выстрел Поэтому Один раз По 100 Сиктоид Не самый опасный Но Других Целей Здесь нет У Марксмана Поэтому Струляем Я бы Здесь даже Команду дал Для Пулича Потому что У него Все очень хорошо С меткостью И очень хорошо С уроном Молодец И он шатает Кибердиск Просто Изи Снайп Прицеливается Овер Овер Перезарядка Овер Ну я не боюсь Этого сектоида Который 30% Может попасть По плотной броне Ну Кого он Хочет Напугать Правильно Блин Хочется За Мелдом Раш Просто Вообще Не страшно Пошла Невидимость Пытаемся Подсветить В частности Здесь Не получается Я бы Закинул Как-нибудь Скан Еще вот сюда Потому что Марксман Все равно Тут с тремя Сканами Глядишь Увидели бы Этого Несчастного Сектоида Видим Несчастного Сектоида Может Кстати Это все Не Не все Вот так Разуплотнили Первый пак Еще два пака Вообще Кайф Прям Ребята Такие уже Плотные Плотные Точные Радуют Радуют А вот и последний пак Или остатки предыдущего пака Я уже не знаю В любом случае Полич сразу стреляет Ставит И возможно убивает Молодец Последний Изи Нам сейчас дадут денег Опыта Опыта правда Только одному Меткий глаз Это у нас Рокетмен Увеличивает урон При подавлении Также Увеличивает урон Всех РПГ На два Ну Тактическое Чутье Защита лесом Потому что он часто Вне вообще Зоны Приспособление С лесом Короче Хаос Надо брать Плюс одна меткость Плюс один хит Трупы Элери Сплавы На нас Сплавы Очень много Собрали И 240 Бабла Может сейчас Накопим На полканов Последний Грейт Школа Офицеров И тогда У нас еще Оперативники Будут расти По точности И по Так Секретная Операция Скоро будет Так Ну народ Приличный На самом деле Меня больше Беспокоит Перевооружение Меньше суток Осталось И вот В течении Недели Еще три корабля Придет Или изолятор Бахнем Слушайте Может реально Сейчас усложним Все жизнь Бахнем Изолятор Для изолятора Нам нужен Пар Да Видимо Надо сейчас Идти Ужим Потому что Это Потенциально Занимает Очень много Времени А это Основная Тема Возможно Нам Мы просто Вынуждены Будем Штурмовать Базу Пришельцев Чтобы Не проиграть Строим На пару Тепловой Генератор Три недели Тем более Биокибернетика Пришельцев Мэг Паладин Доступен Боевые системы Мэг О Летун Кибердиск Вскрываем Ее Бонусный урон Для снайпов И для пехоты Летун Кибердиск Мехтоит Ооо Ну ладно Летун сначала Один день Просто не могу Удержаться Вскрыли Летуна Перевооружили Воронов Летун Соответственно Спутниковое Наведение Меткость Ооо Это хороший Баф Летейки Это вот Как раз Нам Чтобы Сбивать Улучшенная Броня Киберкостюмы Для Мэг Кибердиск Так Давайте В Производство Предметов Меткость Может Очень хорошо Помочь Но и получают Они тоже Многое Бойцы Мэг Для наиболее Эффективных Действий В киберкостюмах Пройдут Обучение По специальной Методике С учетом Их Прошлого Боевого Опыта А Или Это нужно Исследовать В Кибернетизации Можно Кибернетизировать Блин Так не хочется Оперативников Конечно Проверю Точно Это пушка На Перехватчиках Пушка Сам Низу Списка Вот сейчас Подождите Я реально Проверю Вдруг Там Пушка Другая Да Вроде Она Да Вот Наведение Меткость Вот такие Вот штуки Надо Наделать Чтоб 5 Трупы Летунака Там Как раз В расход Идут Сколько там Неткость Активируйте Систему Чтобы Мгновенно Небольшое Время Увеличить Точность Лерис Плав Труп Летунам 4 Низко Летит Огромный Мы только Что Засекли Новый Крупный Объект Судя По Сигнатуре Он Очень Мощный И Заряжен Под Завязку Этот Гад Наверняка Очень Опасен Эм Ну у меня Только один Товарищ И я не хочу Лететь Если честно Его не сбить И он Сел Нет Он не Сел Это Террор Еще Второй Разбомбили Объекты В России Так У нас Экзальт 4 Оперативника 4 Оперативника Ну смотрите Здесь конечно же Хочется Хочется И я возьму Точно Одного Пехотинца Любого Из трех Топовых Может быть Даже Двух Кстати Медик Командир Мне пригодится Чтобы вытаскивать Людей Если например Надо будет Его поднять Или например Короче точно Андердяк Прям точно Андердяк Точно Пехотинец Вопрос Кто Да Гены Модификации Алиса Меллоис Как снайп Но ему Скорее всего Надо давать Другую пушку А хотя У него Есть Вооруженный Опасен Поэтому В принципе Он может Делать Два Выстрела Кого Четвертого Брать Ну Пулич Типа Я не хочу Брать Пехотинца Потому что Они Максимального Звания Но если Перестреливаться Ну короче Они самые полезные Здесь на самом деле Может быть стоит Взять Второго Пехотинца Просто для того Чтобы На оверах Все ловить Я не хочу Использовать Эту миссию Чтобы кого-то Прокачать Если честно Это не тот вариант Давайте Второго Пехотинца Возьмем Что эти ребята Они как бы Все разнесут Понти у нас С одной Генной Модификацией К сожалению Раздеваемся Медик Оснащением Все-таки Бронекостюм Гаусс И прицел Алиса Эгида Гаусс Прицел Точным Даже может быть Боеприпасы Не надо брать Да не У нее там По меткости Норм То есть Урон Хорошо Зайдет Боеприпасы Плюс Один Снайп Ладно Так Гаусс Гаусс Сошки Мелоис Не такой точный Я не буду ему Давать боеприпас Тимули Он разрывать На части Будет людей У нее есть Вооруженный Опасен То есть У него Слот Есть Он будет Два раза Стрелять То есть Раз-раз Не двойной А такой И еще Гида Поехали Автомат Гаусс Точно Прицел Меткости Не хватает Лазерный Оставляем Еще Поехали Поехали У нас На месте Естественно Разведчик Джанк Задача Два Перехватчика Эвакуация Но Можно в принципе И попробовать Уничтожить Врагов За это Еще дадут Дополнительно денег Насколько я понимаю Ну и опыт Там Соответственно У нас Новая задача С этой стороны Я на карте Не был Оперативник Уже может С первого же хода Добежать На ран-н-гане До передатчика Но я бы не хотел Я бы хотел Пробежать На пол хода И проверить То есть Он должен добежать Как-то вот так Эвак Где На старте Эвак То есть Ему нужно По правой Границе Бежать Бежать Очень далеко Выхожу Хорошо Это уже нормально Так А ты добежишь Если что Вот если сейчас Заварушка Начнется Ты добегаешь С ран-н-ган Да Добегаешь Хорошо Но Не торопимся Я еще безразличка Как дурак Последний Кошка Нельзя сюда идти Потому что Они скорее всего Подо мной Мне здесь Видимо Надо Пытаться Они могут быть По центру Они могут быть Внутри Я наверное Алиса Сюда Из полуукрытия Меня смущают Конечно же Очень смущают Поехали Давайте А это Мэл Лоис Это снайпер Вообще Уходи Все Не идем Вперед В общем Все Пара Overwatch Эскип Да Выбегают Сразу Overwatch Один Почему я Ганеров Уважаю На таких Миссиях Вот Поэтому Раз Два Уже Минус Два Справа Выбегают Еще Двое Три Чувствуете Да Еще Потенциально Один Выстрел Четвертый Есть Четыре Ша Шатани Только не расслабляйся Народу очень много Вот еще Один Овер Это последний Кстати Сколько Спулили Убили Пять человек За Overwatch Осталось Пятеро Капец Насколько Круто Четы Пошли Это Не Четы Это Скиллуха Прет Так Здесь Выстрел Один И Овер Перезарядка Овер Ну а там Не идем Овер Пока Ханкер Оп Пытается Вылечиться А у нас Аппортунист Мы за любой Чих его Наказываем Просто Подходит Ближе Подходит Ближе Сверху Должны Два Овера Раз Еще Я думаю Неплохо Пока все идет Что у него там Это кто Это Это Рокет Это Снайп Люблю Снайпов Вражеских На На Сейчас у него Туманчик В глазах Перезарядка Овер Нет Нет Просто Овер Тупо Выгодней Овер Ханкер 38 Мы его штрафуем На 58 Езявая Еще Окей 74 раз Ах ты гад Овер Перезарядка Второй должен Кстати тоже видеть Меня не видит Не видит Не хочется мне сейчас подходить Прицеливаемся Еще один Приготовность Окей 87 90 Этого лучше С критом Пробить Ну потому что Он плотный И он на Овере стоит Надо Здесь Выстрел Овер Изи Перезарядка Овер Ханкер Ну я полагаю Надо двигаться Потихонечку Вперед Понимаю Что здесь Полуукрытие Но что ж Поделать Увидели Не понял Где Это уже Хуже Перезарядись Наверное Лучше Нет Лучше Меткость Давай так Овер Ханкер Левр Все лучше Ханкер Чисто Надежнее Пусть Подбегают У него Ханкер Под полукрытием Лучше Чем Фул Кавер Прицеливаемся 5 Я не тороплюсь Хотя Может быть И стоит Они Могут К этому Уйти Ладно Подходим Чуть ближе Там Может быть Овер Просто Какой-то Не очень 95 Меткость Подходим Всеми остальными Так Чтобы Вижен Был Давай Лису 95 Ранит Надо Отлично Ранила Стремительная Атака Еще Ух Баф Сразу Прошел А что Стремительная Атака Дает Повышает Меткость Мобильность Шанс На критическое Попадание Неплохо Баф На два Хода Действует Каждый Ну Раз В пять Ходов То есть Два Пехотинца Практически Каждый Ход Если Будут Кого-то Убивать Мне кажется Что здесь Больше Никого Не осталось В любом Случае Я сначала Сюда На Передатчик Двигаюсь На Позицию Еще Немного И Недостающие Разведданные В наших Руках Разряжаемся Овер 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 Анкер Окопаюсь Тут А потому что Я не хочу Полхода Тратить Ах ты Сычок Прям Рядом С Агентами Отлично Я как бы Выключаю И Похоже Взлом Транслятора Отрубил Систему Связи Экзальт Теперь Ищем Остальные Трансляторы Да я то знаю Где остальные Трансляторы Просто Мне не нравится Ситуация Ну что Здесь Два Человека Рядом Со Мною Мои Не Могут Помочь Какому Оружию Ты Что С ума Сошел Тихомирься Что Он Сейчас Мог Спулить Ну Мы Идем Естественно Прикрывать Нашего Бойца Замечательного Я В Пути Не Ой не Хочу Я Снайпа Туда Выводить Вы бы Знали Насколько Наверное Даже Имеет Смысл Одного Ближ Нет Что Слева Можем Сейчас Пак Спулить Последний В1П0 Ф Поддержал Ваш канал На 100 Рублей И сообщает Смотрю Яга Устащит Аня Это Чемандер Так Держать Михаил Спасибо Большое Война Только Начинается Не Расслабляйся Короче Я Подхожу Ко второму Можно Надо Короче Агента Сейчас Выводить Этот Ход Этот Ход Враги Все еще Выключены Я Наверное Поставлю Вот так Одного Ганера Снайп Остается Здесь Это Вася Не Лучше Понти Сюда Если Честно Асапова Как раз Лучше Чуть Назад Чтоб Была Возможность Прикрыть Сейчас Будет Скриптовый Скорее Все Это Плохо Ну Это Ладно Снайпер Вроде Сейчас Бахнет Здесь Еще Еще Двое Здесь Плохо Видите Отошел И Все Андер Дяг Должен Этого Фланговать Пытаться Добрый День Как Ваш Ничего Крит Нужен Нет А Крита Нет Ран Сюда Сюда С Прикрыться От Левых Блин Плохо Я реально Тут Не Не Справляюсь Просто Не Справляюсь 93 Дима Точно Овер Думаю Никак Можно Конечно Сюда Ран Ган Из Лазерного Оружия Попробовать В любом случае Этим Надо Бежать Полу Ковер Полу Ковер И Видимо Будет Вот он Может Из Лазерного Попасть Нет Он Не Стреляет У меня Все Под Контролем Овер Уотч И Здесь Я Подставляюсь То есть Я Не Могу Надеюсь Он Пойдет В Эту Сторон Е Мое Мне Надо Вот так Ставить Блин С Богом Да Пошел В эту Сторон Но Нет Нет Давай Скилл Уха Да Есть Жерда Так Выходит Сверху Снайп Один Этот Второй Ух Епа Могли Убить Так Оверов Нет В первую Очередь Отправляем Блин Не отправляем Епа Сюда Понял Тебе Раз От фланга Блин Какой Медленный Даже Так Наверное Даже Вот так Приказ Получен Командир Снайп Аверит Аверим Есть Один Овер Блин Там Вроде Не Рокет Это Грянка Что Что Он Делает Ну Ёппер Сэптэ Что Вы Делаете Ладно Этот Далеко Этот Ход Не Успеет Тут Естественно Стреляем Блин Ты Тогда На Овер Не Встанешь Хотя Нет У тебя Нет Нет У тебя Есть Где Крит Ты Ёппер Сэптэ Здесь Чекаем Человеком Так Воцели Випай Лучше Сразу Спас Не Хочу А дальше Уже Смотрим Пап Обстоятельством А он флангуется Нет Здесь Лучше Овер Тоже Лучше Лучше Летний Медик Лечение Побежал Ог Этот побежит Он умрет Сейчас Сразу Понятно Было И плюс Еще Один Овер Остается Еще Баф Ееее Нагиб Ой Извините Что же со снайпером Делать Выводить сюда Не хочется Ладно Давай Меткость Раз Выстрел Два Как же Ганеры Бахают На таких Миссиях Овер Меткостяш Ну Родная Полисим Огневая Поддержка Это Шатание Просто И это Шатание Капец Они не Стреляли Сколько Их осталось Убили 18 Человек Уже Осталось Двое Ну я знаю Что здесь Снайп Один Перезряд Ковер Овер Овер Ну че Овер 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 Сейчас Сам придет Ага Я понял Черт Настолько Нет шансов Я даже не знаю Это При том Что у нас Еще Бронь Конская То есть Мы Если что Если получим То Они Не пробьют Нас 7 брони Извините Ну хватит 20 человек Минус Просто Уничтожили Может я готов Уже штурмовать Базу Экзальтовскую Надо бы Сейчас Посмотреть Где Отлично Андердяк Новое звание Оооо Спринтер Я беру Саппортом Спринт Ну у него 20 Скорость перемещения Наносплав Фрагменты Разведданные Идет Расчет Возможного Местонахождения Группа Экзальт Ну Сканирование Раны Еще Достаточно Еще Много Вариантов Где Вскрытие Кибердиска Быстрое То есть Я сейчас Потратился На На Тепловой Генератор После этого Мы бахаем Изолятор И делаем Еще Дугомет Ну или Эту Винтовочку Как Он Там Называется Электрошок Низкий урон Может Временно Отключить Оружие В плен Что проще Захваты Что у меня Психов Нет Я На Панику Развести Не могу Дезориентация Все равно Вплотную Будет Надо Видимо Сделать Пока Вот так Вот Винтовочку Чтобы Была Чтобы Я не забыл Сделать Дугомет 100 баксов Вы Издеваетесь Нет Может Могут Еще Пригодиться Деньги Вскрываем Кибердиск О Нет Кибердиск Вскрыли Так Уклонение Матрица Для производства Для кораблей Турельной Системы Железная Кожа В генетике Охранный Дрон Литейной Цехи Матрица Уклонения При перехвате Мгновенно Небольшое Время Уходил От выстрелов Модуль Невозможно Использовать Если перехватчик Ведет бой Агрессивно Так Охранный Дрон Лесом ТБМП Тоже Лесом Железная Кожа Весь получаемый Урон Снижается На 1 Единицу На 12 Часов Для танков Прекрасные Ну смотрите Вскрывать надо Летонов И мехтоидов Мне больше нечем Здесь заниматься Но обязательно Сейчас еще На Модули Вот эти Вот сделать Спутниковое Наведение Мы делаем Стабилизация Прицелом Пули Боеприпасы Вот она Матрица Лерия Сплава Обломки Кибердисков Все на соточку Как раз Потому что Ну я Я Продуваю Все воздушные бои Сейчас конечно У нас Грыжная пушка Феникс И два новых Модуля Может быть И Что-то Вандорн Фенриер Возвращаются Летонов С крыльем Тяжелого Улучшенный Ремонт Такое А нет Да это Мэг Поврежденного Снаряжения Еще Мехтоидов Скрыть надо Хотя бы ради Дополнительного Урона Спутниковое Наведение Меткость Готова Защитная Матрица Три дня Ученых Нет Ворон Вернулся Два ворона Вернулся Соколик Возвращается Низко Летит Огромный Но он сядет Либо это террор Но это не файтер Могу ли я Убить его Лазерной пушкой С модами Ну и фениксом Соответственно С двух Как вы думаете То есть это Либо террор Либо абдакшн Если абдакшн То пофиг Но если террор То это может быть Очень плохо Ты его жизни не собьешь А ты уверен Что это тип корабля Тот самый Который я в жизни собью Там этих Огромных кораблей Огромное количество Не можешь да Ясно Ну тогда молимся Да это Это террор В Норильске Друзья Очень Сложная миссия Никогда я не проходил Терроры так Чтобы снять панику В России у нас Так максимальная паника Нужно Нужно Да и смежные тоже Регионы Пострадают Если они Короче мне нужно Сейчас просто Максимально Выкладываться 24 часа Смотрим по оперативникам Вдруг там кто Нет Ну есть усталость Один день Но у меня в принципе Народу прилично То есть есть все Кто Кто нужен Может быть кстати Двух разведчиков взять А у меня нет Второго разведчика С С инвизом Да Финрира Точно берем Он как раз Мирных Может Собирать И ему В первую очередь Конечно Нужно взять Лазерный пистолет Пулемет Максимальная Мобильность В общем Сканеры Оставлю Блин А может все таки Ради здоровья Взять Эгиду Плюс 10 Маневренность Все равно А стоп Маневренность На единичку Нет Вот Вот что я сделаю Я буду делать Ставку на Финрира У него 17 ХП И 22 Мобильности Плюс инвиз То есть в принципе Он может бегать Очень быстро На пол хода И спасать Мирных Под инвизом Если что То 10 брони 10 брони Понимаете Так что вот Он первым Получает Дальше конечно Вопросы возникают Сразу же Да Хочется взять Соколика Потому что Миссия Миссия сложная Но это террор И там Там по всякому Может быть Взять штурмовика Нужно обязательно Потому что У меня есть дробаш А вдруг Это тема С крисолидами И у меня есть Дробаш из Внеземных сплавов Как раз мы его Опробуем Ему как раз Эгиду Во вторую очередь Ему вообще-то Можно и Хитиновую взять На случай И Так-то Скорее Даже И Экстендед Сколько у тебя Патронов Пять Неплохо Может даже Крит лучше Мы взять При крите Снайпер Соколика Там Понятнее всего Что он будет Брать Это Сошки И это Бонусный Урон Мы Припасы Я возьму Пикселоуза Точно На прокачку Потому что Ему нужно Последнее звание Пикселоуз Тоже с генными Модификациями С одной Генной Модификацией К сожалению Бронекостюм Гаус Меткость У нее Небольшая Так К сожалению Блин Брать Дмитрия Михайлова Или нет Ракетчик Может Помочь Кстати Очень Может Помочь Давайте Берем Ракетчик Ему Карабин Для Меткости Пока Ракеты Оставим Как Раз Чтобы При Пуле Большого Количества Людей У меня Была Возможность Массово Их Убивать Точно Нужен Человек Со званием Может Быть Взять Обоих И Гэмбла И Роза Потому Что Тут Опыт Тут Медик Два Слота Как Раз То Есть Вандорн У нас На Максимальную Прокачку Да У нас В принципе На замену Да Там На замену Есть Можно Вот Этого Кстати Разведчика Было Быть Но У него Нет Инвиза Нет Не Будем Все Давайте Берем Тогда Медика И Раскидываем Ольф Подержал Ваш канал На 100 Рублей И Сообщает Чамандер Если Я умру На миссии То Спасибо Что Это Будет На Исторической Родине Вперед Чамандер Ничего Не бойся Мы Вытащим Давайте Я Обзову Ракетчика У меня Там Был Ивол Пользователь В чате Пехотинец Дарак И Чудо Сейчас Надо Оснастить Ладно Пулич Тоже С Гауссом Тоже С Прицелом Мне бы Уже Третий Слот Потому Что Не Помещаются Вещи 817 ТХ Подержал Ваш Канал На 100 Рублей И Сообщает Чамандер Хорошо Если он Умрет На миссии Запишите Меня В Леминге Удачи Чамандер Спасибо Большое Под Сопресс Ему Хватит Патронов В принципе Он действует Как Дебафф Дебаг Нет Он еще Сейчас Бить Будет Сильно У него Стабильность Платформы Он будет Просто Еще Плюс 10 Точно Давайте Пронебойные И Медик Учитывая Его меткости Наличие Гауссовских Пушек Выдом Ему Нужно Обязательно Еще Взять Страховочную Аптечку Уберу Пехотинцам Я понимаю Что метко Страдает Но Аптечкам Нужно Подполковников Точнее Полканов Я сделать Не могу Короче Задача Задача Спасти Больше Чем Половина Половину Мирных Жителей Ой Кажется Это Все Тут Район Достаточно Открыт Один большой ангар Который Выламывается Ракетой Справа Есть еще Кораблик А в принципе Карта Открытая Есть Ангарчики И прочее То есть Здесь На мой взгляд Вполне Реально Вполне Реально Спасти Бобров Для начала Надо понять Что это За тип Миссии Это Ой Я вижу Гражданских Раз Два Три Четыре Внутри Огромное Количество Так Давай-ка Сюда Поехали Инвиз Побежали Ага Уже Никого Я Сразу С этой Стороны Закидываю Скан Возможно Буду Просто По этой Стороне Работать Скан Пошел Крысы Вместе с крысами Хорошо Ну у меня Штурмовик Есть В конце Концов Знаете Я бы Даже Зомбари Крисолиды Это чисто Зомбаро Крисолидская Тема Хорошо Я могу Максимально Сокращать Не боюсь Что Меня Увидят Тогда Передислоцируемся Друзья Пофиг На каверы Получается Нам надо Сейчас Спасать Мирных Снайпабы Завести Чуть Повыше Скорее Всего В эту Сторону Раз И Вот Сюда Вот Ну Чисто Чтобы Было Чуть Больше Обзора И Плюс 10 Меткости Ну В общем Вы Понимаете Подходим Просто Всеми Пытаемся Спасти Россию Без Overwatch Есть Рокетмен Выставляем Его Пулеч Конечно Еще Кривой Зря Я Не Посмотрел Что Здесь Внутри Бегут Хорошо Пулем Сразу Уже Готов Зомбар Убивать Нелишный Мутон И летуны У-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у Не, ну ладно, давайте работаем Пока мы можем Раз Два Пока ждем Тут с места пока Три Плюс овер Здесь по дальнему, чтобы мирного спасти Скорее всего овер Здесь фиговая меткость Снайп скорее всего дальнего должен добивать сейчас просто Не, подожди, возможно даже тебе и не стоит высовываться Ты скорее всего овер Начинаю наблюдение Ты не можешь, да? Да, снайперам надо дальнего спасать, мирного Что он явно уже навострился Да и этого крисолида тоже надо убивать Потому что это не факт, что я его ушатну Этим не могу, этим сагрим Да, первый пак убиваем так, чтобы Дальше Я учитываю то, что не вижу Врага Попробовал бы Сократить так Под полный кавер Чтобы меня с одной стороны не фланговали Но я типа спас парочку мирных Аркадьиш Михаил Так ты не спасешь парочку мирных Так ты спасешь одного Это более безопасный муф на самом деле Но так-то тоже, в общем-то Ладно, давай рискуем Убегите Спасли одного Овер-овер-овер Постараемся не пулить Потому что как только с пулем У них более высокая активность идет Еще крысы бегут Побежали, хорошо Сюда рокет нужен Сюда рокет нужен Прямо рокет нужен Сможем? Разбегается, гадая Справа летунов миллион И мутоны Ооо Так, а вот это уже серьезнее То есть в теории Я как бы могу тут закинуть Сразу же рокет Или сюда могу закинуть Рокет Нормально Я никуда закинуть сейчас рокет Не могу Давай-ка отступим сюда И перезарядимся Вместо мне не нравится Народу оооочень много То есть тут и крысы И не крысы Надо, наверное, сейчас А, если я сейчас дернусь То под эвизом С пулю паким Гадство Так Что у нас здесь? У нас тут чисто мели, да, получается? Пара летунов всего лишь Здесь летунов было человек 4 Очень хочется мне инициировать рокетом Но не факт, что я нормально закину Если с места и сюда Нейсиман поддержал ваш канал на 100 рублей И сообщает Привет из Минска Привет, Нейсиман Почему на карте нет Белоруссии? А нас кто спасет? Пека Короче, проблема в том, что сейчас С одной стороны мирных миллион С другой стороны Врагов вы видите сколько И я не знаю, как это пулить Реально не знаю, как это пулить Что если я просто пробегаю У меня страдают мирные Сильно страдают мирные Я спас только одного Может быть мне имеет смысл пулить всех И передвигаться сюда? Не, ну там просто мясо Я не смогу тут работать Потому что раз, два, три, четыре, пять Как минимум мирных Но они же будут ушатываться постоянно Тебе нужно сначала вот этот пак Тут мирных мало Можно его даже просто спулить Как думаете? Просто спулить Сейчас снайп не работает Да, снайп не работает Кем спулить? Некем не пулить тут Да, надо с этого начинать Наверное, командиром попробуем Вот так вот Поехали Да, есть Побежали Блин, ты мне разлетает Вот это плохо очень Вот он-то ладно, блин А вот Те упыри мне очень не нравятся Надо мутону сюда выманивать Словер оставляем Давай, подходи, сучок А, там еще приспособление Соответный огонь Сейчас еще на штурмовика подойдет Нет, не хочешь? Чуть-чуть не подошел Давай тогда Пикселоусом раз Сейчас он подойдет И на штурмовика должен дойти А я встану на овер здесь Оп До свидания Хорошо Или подойти все-таки за кавер Мне кажется, нужно хэвика сюда И выцеливать Я не смогу пасть Ну, хотя нет, нормально Разведчик у меня завязан К сожалению Штурмаша ближе Спойно все-таки Это очень плохо Вижу группу противника Два пака Двигаем Крыса добегает Нет, не добегает Летуна надо бахать Ну, видимо, здесь тоже пробегать надо Мирных спасать И назад бежать Пофиг на тот пак Спуленный Выходим из инвизы Спасаем мирного Раз Здесь, к сожалению, надо пытаться Летуна бахнуть А, он флангуется Не, у нее нет такого понятия Как фланг Блин, плохо Дымовая под мутонов Такое себе И под будущих крыс Ну, надо Лучше я там попробую Раскайдить Чем сейчас во фланг Получу крит Заряд Ну, что, здесь я Не уверен, что могу Не могу мирного еще одного спасти Да, работаем на Россию В общем А что ты не ушел-то, Вась? Этот мирный не спасся Вот он добежит Блин, он же добежит Может сюда лучше Да, давай этого лучше спасем Че с Богом? Есть, прям будет экшен Молниеносные рефлексы Мимо Еще разок У меня хитин вроде на этом есть Надеюсь, что есть Достал Достал Нету Блин Че я хитин не взял? Че я хитин не надел Штурмашом, а? Дебилы кусок Есть два мирных И мут Ой, какой мутон жесткий Твою мать Мину хорошо Что-то я пожалел, что мирных начал спасать Да у меня сейчас штурмаша убьет, скорее всего Я без кадров Нет, ну ты на фул подошел Не-не-не-не-не-не-не-не-нет Сопресс Хорошо Твою мать Спас мирных называется Так, мне нужно, во-первых, убирать сапресс Уходить штурмовиком Бахать сюда рокет Это, наверное, первое, что нужно делать Сапресс 76 Фигон Здесь не вижу Здесь надо еще простреливать так, чтобы Метку ставить Да, пулеметчиком в любом случае Смешно, раз По двум разным целям Поэтому то, надо попадать Хорошо Блин, там дым еще У него даже У него только броня пробилась У этого У штурмаша Ой, твои, налево Гренку еще сюда можно закинуть, конечно Здесь живем Может быть выйти сюда и мир Не-не-не-не-не-не Там уже Здесь надо валить Просто валить Даже не знаю, куда валить Куда-куда Подальше Рано 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 Ну, надо Соколиком, короче, ушатывать Пытаться Вероятность 76 Увы Надо попадать Соколик очень Есть Так, сапресса нет Хорошо Теперь у нас штурмаж Может отступать Отступать он должен Главным образом Чтобы сюда Гренки прошли Не в дым Не в дым И чтобы не фланговали Сюда, что ли Тут близко будет Тебе перезарядиться бы Вообще Все нужно встать Вот, например, вот так Асапс, сможет тебя хильнуть Например? Блин, вот как мне вот это Все снять Да, он побежит сюда Мне нужно вставать Нейсиман поддержал Ваш канал на 100 рублей И сообщает Смелее Майкел Иначе потеряешь Россию Так Только отдав жизнь за страну Ты спасешь Мирных россиян Не отступать За нами Москва Я понял Да, у него был хитин У него был хитин Он еще защитился хорошо Благодаря хитину Он и выжил То есть, смотрите Логика какая Сапресса нет Я могу отступать Мне нужно прикрыть Всех вот этих вот Оперативников Ну, потому что Улич уже стрелял Рокет будет сейчас стрелять Рокетом мы закрываем Вот здесь вот Каверов в любом случае Не будет Но они побегут на меня Мне нужно Встать так, чтобы До меня было Больше, чем одна клетка Вот это То самое расстояние Что больше, чем одна клетка Да, поехали Раз Здесь мы сейчас Перезаряжаемся Как это ни странно, да Можно даже через команду Здесь играть Что сейчас Действия Этого товарища Гораздо более Хотя фугасочка хороша Он же сапер Но Гренка 4 урона Не уверен, что она здесь вообще Хотя надо сначала С рокета начать Может вообще двойной рокет Надо было, конечно Сначала Вот так вот 0-3 отклонения Желательно задеть всех А может приказ На этого На На рокета На рокет Приказ Задеваем Почти всех Короче В любом случае Нужно сначала Шапнелечки бахнуть А, мы тонули сейчас На своих Что? На кого? На своих Кого? Своих Что, мирный что ли? Они подойдут Да, они подойдут Черт Ну а какой у меня выбор Мне нужно их бахать Ой, жопа Конечно Какая-то Да, я достаю Только по-мирному Специально Ближнего Будет Перезарядить Подмутонов Зачем? У него есть Патроны Подмутонов 12 урона Или сразу Из рпг бахнуть Сразу По вот этим Да, наверное Рпг лучше Поехали С богом, друзья Давай Опа Минус 2 Сразу Мутоны Рычат Бегут Раз Мастер О-о-о-о А этот А этот Что-то подошел Я не понял Как Ой-ой-ой-ой Ой-ой-ой-ой Ну тут через команду надо То есть надо стрелять В мутона раз Снайп еще может в мутона Но он под этим Может даже здесь так А подожди Флангующего убьешь Можно саппортом конечно Тут подлечить нашего мастера ближнего боя Потому что урон от двух летунов Мутон может глядишь и это самое А у меня же еще этот ганер есть Мне надо сейчас по мутону как-то попасть Чтобы он подошел еще ближе Может его стянуть в сторону снайпа Во стянуть в сторону снайпа Точно 45 блин Потому что стянуть его в сторону вот этого товарища Это Он сейчас в дыму просто стоит Не можно его гренкой конечно Вот так типа покоцать И он побежит в сторону этого товарища То что он в дыму это наверное самое гадкое что нужно придумать Просто я не попадаю по нему Мне бы его стянуть вот в эту сторону На снайпа Сюда Снайп с пистолетом Да это колоссальная потеря по урону И вероятность такая же не очень Снайпа конечно есть цели над гарантированной Может подойти штурмашом и за И стрельнуть сюда чтобы он отошел Во Нет но какая разница Какая у тебя вероятность попадания У тебя у всех 45 Тебе нужно пытаться как-то его Ушатать Может дробовик кстати Куда он побежит после этого Может он выйдет из-за тумана Может его вывести сюда Ран-н-ган Да давайте Но бегать надо недалеко Чтобы точности Ну короче вот Сколько там клеток Наверное вот так надежнее Типа 60% 60% это мало Метку можем поставить Метку можем поставить Давай ставь метку А если попадешь он в туман уйдет Вася Дурак Надеюсь им Есть 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 попал Еще мастер ближнего давай А у меня нет патронов Ай паникует девочка Ладно зато сейчас снайп работает 90 Так или Да надо сейчас еще дальше его из тумана вытаскивать Поехали Бах Крит 12 Нака Побежал дальше Все Теперь у нас есть возможность Пострулякать Без серьезного штрафа По нему Наверное здесь Я кину гренку Чтобы Или приказ Если приказ То по кому Гренка просто двоих убьет Блин Ну главное ему тону конечно забрать Тут еще есть Кем и К сожалению мне тут не хватает патронов Я бы подошел все таки подлечил Если честно Пофиг на На эти Давайте Отойдем И посмотрим что у нас по меткости 89 88 Wait for it Тут 100 И 100 Этот флангуется Соответственно мы можем Абсолютно спокойно его Встать на овер Но Не можно два раза выстрелить просто Но этот точно не будет по мутону стрелять Поэтому давайте попробуем Ушатывать Не подожди Может быть гренка Когда мы один выстрел выиграем Или приказ Вопрос все тот же Михаил Кто будет мутона ушатывать 6 урона Тебе не хватит 74 Это в дым Может сюда его вывести Или приказ например на пулича Там метка на мутоне У него патроны есть И он может стрельнуть Приказ на пулича Мне кажется более удачный Вариант Потому что он Нанесет Не нанесет он Это фейл Блин Черт Как так Надо вот так стрелять Друзья Надеяться Напали Главное чтобы сейчас Не в туман Не добежал Чтоб я мог по нему попасть 82 Да Это ключевой Есть Так Так тут Бахаем Этого Я остался только один летун Ориентировочно Ооооо Еее Один летун После такого Господи Как разрулино Как разрулино Оооо Да Там зомби Крысы Один летун И он И он Паникует Летун Гражданское лицо Сычки Ам Блин Надо срочно Вмешиваться Сейчас пулит Остальных Не Не надо Не надо Не надо И Видите Бегут К мирным Еще Минус Гражданское Да Уже Кажется Больше Половины Хорошо Этот Паникует Да Нет Еще Нет Еще Можно Теоретически Можно Но на практике Вряд ли Тут Лечение Напрашивается Безусловно Потому что я Сразу Этим товарищам Побегу В бой Зомборита Понятно Меня больше Интересует Меня интересует Мирный Я максимально Подхожу Перезарядка Не успеваем Хотя подождите Мне же нужно Спасти Буквально Двух Мне же нужно Двух Спасти Вот Один И вон Два-три Вон Вон Наверху Я скорее всего Сейчас побегу Разведчикам Просто Просто На пофиг Спасли А Не Наоборот Я спас До четверых Твою Налево Вот я Василий Да я Выдаю Желаемое За действительное Опять Там народу Трындец Ну че он Пулеметчикам Нечего делать Кроме того Пара выстрелов Раз У кого-то Увидел А нет Не пару Выстрелов Делаю Вот еще Один Мирный Да Наверное Я буду Все равно В аркаде Спасать Всех Пытаться А тут По сути Мне нужно Ушатать Стреляющих Плюс Крыс Штурмаша На передовую Да Давай Подходим Да Спасаем Блин Еще нужно Три плюс Спасти Ладно Давай Крыс Это не добегает Я просто не хочу Походим Так Едкость Время Молиться Надо искать мирных Спасать Срочно Крыса Наверх Срочно Надо Сканать Нет Сканы Это потеря Времени Да Забей Это может Ударить Нет Не успеет Штурмаша В самый центр Не дойдет Блин Может успеем Зарастивишку Ну как Мы сагрили Три пака Три пака Мастер ближнего Давай Бах Такой еще Звук И дымчик Дымок Такой идет Срочно Срочно Сюда Бежать Разведчик Срочно Хорошо Мирных Вроде В этот ход Мало Убили Надо Пробегать Мимо Разведчиком Вообще Забить На На врагов Просто Пробегать Мастер Ближнего Не Нет Улетает Вот самый Опасный Да Там был Мирный Там сидел Мирный Есть Живем 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 Мирный Мирный Пока Живут Так Окей Разведчик Сразу До Следующего Мирного Где он Там Сидел Здесь Вроде Был А вот Еще Один Второй Да я Вообще Я Пошел Спасать Один Второй Плюс Там Летун Да Что Снайпер Видит Видит Летуны Самые Опасные Да От этого Грохнем Не факт Что Грохнем Хорош Двойной А второго Летуна Видишь Ой Красавчик Минус Два Летуна Соколик Умничка Ооо И он Просто Расчищает Путь Разведчику Дальше К мирным Да Там Крыса Но Они Далеко А нет Крыса Здесь Есть Близко Ооо Этот Уже Будет Блин Не знаю Я бы Сокращал Дальше Ну здесь Забить Подходим Сюда Пофиг Просто Уже Начинаем Рубить Налево Направо Продвигаемся Всеми Продвигаемся Открывать Мирным Будет Да Это Понятно Давай 76 Поэтому Ну что Что Делаешь Ну Ладно Поехали Да Пожалуй Пожалуй Стоит Потому что Он Может Пойти Не туда Если Будет Атаковать Мирно Ну а Что Я могу Сделать Там Еще Пак Слева Проблема Не хочу Гренки Тратить У меня Большой Вопрос По Мирным Сможем Лимы Вижу Крыс Там Еще Один Мирный Двух Мне Хватит Спасти Будет Семь Добегут Они До Следующих Ход Добегут Скорее Семь Я Не буду Сейчас Этих Двух Спасать Мирный Где Один Здесь Не Как Что Будет Бить Второй Тут Может Выстрелить По Крысе Не могу Потому что Я спулю Наконец Хода Пак И Все Мне Нужно Понять Кроме Этих Двоих Есть Еще Где-то Мирный Раз Два Три Четыре Пять Больше Нет Очень Плохо Ну И Все 9 Надо Говорит Спасать Да Если Я спулю Они С Большей Вероятностью Этого Будут Убивать Короче Ладно Давайте Я бахну Этого Потому что Толку Все Рано Нет Здесь Уже Не стоит Рисковать Продвигаясь Вперед Потому что То есть Можно Но Это Уже Ни к чему Не приведет Этот Умрет Давайте Этих Двоих Убьем Потому что Он может Зря Продлина С6 Придется Сейчас Убивать Вот этого Товарища Потому что Не факт Что он Пойдет Пойдет На штурмашем Да Мимо Мирного Не Разбегаются Что делать Только Не на Мирного Этот Подбегает От Мирного Хорошо Гражданское Лицо Минус Там Зомби Что Мне Делать Что Мне Делать Надо Дальнего Левого Спасать Уже Девять Все Уже Не могу Да Получается Увидит Бог Я Да Я пытался Друзим Пытался Если Никто Не умрет То Норм Допустим Раз Здесь Уже Я Рискую Это Мирный А Этот Мирный Тоже А Он Убежал Ой Дурак Раз Два Три Здесь Четыре Там Миллион Там Просто Миллион Крыс Окей Аформинив Через Приказ Какой Черт Приказ Черт Знает Где Вообще Этот Находится Нейси Ман Поддержал Ваш Канал На 100 Рублей И Сообщает Пытаться Это Ценой Жизни Своих Воинов Спасать Мирных Россий А Ты Спасаешь Свой Собственный Зад Главное Я не могу Пробежать Мимо Правильно То есть Я этого Не спасу Так Она Не Работает Я Не Могу Двоих Поэтому Спасти Или Может Сработать Если Я Пройду Через Через Клетку Кто В курсе Кто Проверял Не Не Сработало Я Понял Не Работает Тогда Забейте Не Хочу Рисковать Жизнью Оперативника Ради Нет Если Приказ Причем Приказ Там все равно Убивают Людей Посмотрим Насколько Это в панику У нас Ну Это Смежные Странные Коснется То есть Мы Здесь Панику Снизили В стране Прокачались Конечно Колоссально Просто Такое Что Вам не словить Напоследок Еще Какой-нибудь Клевый Клевый Овервотч Я бы даже Попробовал Подлечить Штурмаша А потому Что Четыре Хита Мало Лишь Ну Как Мы Спулили Амутонов Всех Вот Эти Крисолидов Ё-моё А там Сейчас Зомбаре Кажется Один Сиктоид Еще Есть И Несколько Крыс Это Крыса От Кулеч Умирает Трое Меня Не спасали Неру Кафрей И Приказ Был В КД И Приказ Был Вне Ринджа Вообще Ну Поехали В общем Начну С Пулич Потому Что Он Прям Тут Разуплотняет Один Метка Мимо Да Прикольно Метка На второго Ок Овер Так Отличный Отличный Баф Еще Есть Мирный Ой Тут же У нас Еще Зомбар Есть Один Ок Подходим Чуть Ближе Просто Чтобы Штурмовик Был Прям На Острее Бах 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 Зарядки Тут Уже Неважно Кля-кляк Последний Это Или Не Последний Ну Как Был Выстрел Можно 27 Плохо 27 человек Убили Плохо Просто Плохо И сейчас Паника Поднимется Россию Гасанем Там Была Максимальная Паника А вот Пришельцам Не будет Пощады И Должен Признаться Я Рад Этому Лизские Контакты Первый Обычный Или Столя Бегин Мне Первый Обычный Нравится Или Против Мутонов Даже Двой Беглый Огонь Давайте Беглый Попробуем О Максимальное Не было Кажется Ни разу Еще Нечасовой При подавлении Урон Сопресса Нет Также Увеличивает Всех Фугасных Для оружия Вспышка Стандартный Выстрель При использовании Мене Беглый Короче Нужно Хаос Брать Для урона Если мы Его качаем Неизвестный Поддержал Ваш канал На 100 рублей И сообщает Привет Майк Понятно Спасибо Большое За стримы Очень Интересно Молодец Вроде Начало Хорошее А потом А потом Какая-то Чушь Так Хорошо Звук Выключил На стриме Хаос Плюс Хона Равно Массовая Шреда Хаос Против А То есть А Хаос Против Зоны Давайте Хаос Возьмем Паник Да Россия В тревоге Паник Не забывайте Мы видим Все Россия В панике Германия Почти 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 Мне нужно Срочно Что-то С этим Делать Да Мне нужно Наверное Дугомет Бахать Делать Изолятор После Защитная Матрица Готова Вскрываем Мехтоидом Улучшенные Сервоприводы Это для Мэка БМП Вскрываем Берсерка Как раз Трупы Берсерков Есть Электрошоковая Винтовка Вскрыли Берсерк Низки Огромный Обнаружен Объект И Рейдер Слушайте Рейдер Надо Сбивать Потому что У меня Вроде Как Есть Все Ну Моды Всякие Я попробую Надо Сразу Матрицу Точность И Вперед У меня Три Мода Надо Пробовать Вижу Противника О Нифига Себе Надо Передохнуть Обнаружен Объект Обнаружен Это я на Огромный Напал Мне казалось Что я Напал На Этот Обнаружен Объект На Рейдер Так Давайте Кажется Я на Рейдер Нападал На Средний Какого Хрена Не Той НЛО Да Я на Это Вылетел К бою Готов Да Да Выхожу На Цель Избили Надо Было Раньше О Приземлившийся НЛО Да Ладно Приземлился Огромный О О О О О О О Дредноут Сел Огромное Количество Ресурсов Огромная Сложность Огромный Шанс Короче Все Это Две Мега Важные Миссии Можно Решить Столько Финансовых Проблем Блин Здоровый Сел Ой Так Все Собрались Так А может Быть Мы Сразу 500 На На Можно 500 Сейчас Как-то Нады Байма Чтобы Сразу Этого Бахнуть Давай Борт Компьютер Хрен С ними Чтобы Это Звание Быстренько Быстренько У нас Будут Сплав У нас Будет Элери Да Звание Звание Последнее Школа Офицеров Полканы Есть Нет Казан Я поддержал Ваш канал На 300 Рублей Сообщает Вот он Ясь Здоровенный А мне нет Полковника А че А че Могу сделать Ладно Есть Два Подполковника Тоже Хорошо К силе Воли Защитим Подержал Ваш Канал На 200 Рублей И сообщает Добрый Вечер Чамандер Спасибо За стримы Страдания Если Будет Местечко Готов Вступить В команду Так Тинки Винки Блин Тинки Винки Ты с ума Сошел Такие Никнеймы Перед Тинки Винки Сложность Самая Главная Заключается В том Что Сейчас Две Миссии Которые Жозенькие Один Рейдер Где Человек 30 Может Быть Короче Нужно Прям Две Разные Команды Бахать И Хорошо Что У меня Два Медика Есть В Этих В Званиях Полковника Полковника Никто Да Не Не Пишет Не Ждет Подполковник Никак Внизу Гэмбл Нет Это Инженер Подожди У нас Может быть И Медик Не Готов Не Хочется Короче Два Разных Медика Точно Разные Миссии У нас Идут Приземлившуюся НЛО Сюда Основная Группа Идет Потому Что Ну Точно Два Пехотинца Дмитрий Михайлов Плюс Сайбер Точно Медик По-любому Точно Снайпер Один Собственно Снайпер Второй На второе Пойдет Ох У меня нет Разведчика С инвизом Точно Ракетчик Не Можно Из Фатига Вытащить Пулеметчик Запасной Есть Поэтому Берем Кададея Два Вакантных Места У Евгешина У разведчика К сожалению Кукушка Привет Добрый Вечер Михаил Да Желаю Вам Заполучить Бластерную Установку И разворошить Этот Инопланетный Курятник Михаил Мы на вас Надеемся Да еще Инопланетяне Преподнесли Такой царский Подарок Глупцы Они не понимают С кем связались Спасибо Я чувствую Что у меня Сейчас по Эквипу Все хорошо То есть Вот Миссии На ограничение По количеству Времени Я вроде Как готов Проходить Потому что Ну пулю Уже хочу Там Всякие В сложных Ситуациях Короче Оказываемся Но все равно Эквипа хватает Но Первая проблема Заключается В том Что у меня Здесь нет Инвиза Мне надо Сейчас вытаскивать Скорее всего Под эту миссию Разведчика Фенрира Пусть Пофиг Он будет Ну короче Мне без него Будет очень сложно Да Нет Что? 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 Короче Собираемся Пацаны Это очень серьезная Конечно Миссия Первый раз Баржа В Лонгворе Я думаю Что Дмитрия Михайлову Сейчас надо Все-таки Брать Чем Брать Ладно Давай Бахаем Урон Сайбер Бронекостюм А Он тоже Выборочное Прицеливание Он тоже Топовый Эгида Ешки Матрешки Но у него С точности Беда Такая же Как у Дмитрия Михайлова Короче Даже Похуже Давайте Наверное Ему Я все-таки Дам Лазерный Прицел Потому что Неизвестный Поддержал Ваш канал На 100 рублей И сообщает Добрый вечер Михаил Пока Кто-то Нагибает Кто-то Лежит Лизать Это Последняя Надежда Человечества Фруктов Поддержал Ваш канал На 100 рублей И сообщает Чемандер Дмитрию Нужно Дать Гранату Иначе Не Затащишь Да Мэл Лоис Берет Гаус Оставляет Окей Дэйбрейк Говорит Здравия Желаю Чемандер Место Военкомата Отправил К тебе В борьбе Со злом Тебе Просто Необходим Добряк А Дэйбрейк Это Добряк Добряк Ребята Ребята Уже У меня Очередь В Шесть Человек А В семь Еще Сергеевич Добряк Сейчас Надо Посмотреть Есть ли У меня Тут Вообще Люди Которые Ну вот Это Ракетчик Реально Ракетчик Это же Новый Ракетчик Это Новый Ракетчик Блин Давайте Внешний Вид Это Будет У нас Сергеевич Сергеевич Ладно С пулеметом Тоже Понятно Так Более Менее Двойной Выстрел Тоже Прицел Медпакет Ну Фиг знает Да Лучше Наверное Хочется Боеприпас Если честно Потому что У него Очень Частые Попадания Идут Разведчик Фенрир Лазер Лазерный Пистолет Пулемет Не Давай Все-таки Бронекостюм Мобильности Ему Хватает Есть Еще Один Свободный Слот И Есть Слот У Короче Сюда Мы Последний Гаус И Скорее Все Последний Прицел А У Него Нет 7-7 Точность Да Хитин Особо Не нужен Но Чисто Может Помочь Чтобы Его Не Шотнули Чтобы Он Бронирован Этот Медик Так Кого Еще Брать Учитывая То Что У нас Нет Можно Штурмовика Взять Кстати Штурмовик С запасом Да Штурмовик С запасом А потому Что Есть Пушка Под Него Хитин Под Него Есть А Вот Как раз Давай Хитин Вытащим Хитин Вытащим Потому Что Штурмаш Мне В прошлом Миссии Очень Хорошо Помог Мне Прям Понравилось И Штурмашу Я Пожалуй Все Так Дам Бронекостюм Утащу У Сайбера Аэгис Ну Потому Что Штурмаш Должен Ити Вперед Ему Кстати Особо Крит Не Нужен Ему Возможно Даже Дать Не Экстенд Это тоже Не Алло Не Скорее Крит Крит И урон От крита Это как раз То что Ему Нужно Ой Ребята Очень Важная Миссия С точки Звени Денег Очень Важная Поехали Или у нас Был Транспортный Корабль Вроде Вроде Один Транспортный Был А Нет От другого Типа Корабля Мы Отследили Корабль Нам Повезло Он Упал В безлюдной Местности Он Упал Он Упал Он Упал Как Он Приземлился Видимо Рейнджер В канале Мы Рядом С кораблем Противника Шторм Один Готов К выходу Ждем Приказа Понял Вас Рейнджер Корабль Сел Сам Падения Не Было Так Что Ждите Сопротивление Я уже Играл За Куб Э Мисси Архитектура У него Та же Как и В той Часть Не Другая На этом Корабле Я еще Не был Я в шоке Просто Я просто В шоке Хорошо Я не помню Такой тип миссии Если честно В оригинале Ну то есть Я помню Кажется Это ластецкая миссия Вообще С такой архитектурой Была Если я правильно Помню Я быстро Я пошел Держу сектор Будет держаться Кром Подходите Гады Подходите Гады С богом Все Тебе все По плечу Очень внимательно Ой Кто это топает Это сектопод Или мехтоид Крисолиды Смотрим А нет Это все таки По архитектуре Очень похоже Да Это дредноут Типа Который по квесту Просто мы В прошлый раз Начинали Кажется Не было Вот этой вот Перемычки Сразу Неизвестный Поддержал Ваш канал На 100 рублей И сообщает Добрый вечер Добрый вечер Михаил Не буду спрашивать Про лизин и прочее Играл в Ягет Альянч Конечно Ну только в Первый на самом деле Потому что Второй Когда вышел Я уже чем-то Какой-то другой Игрой увлекался Но первый Ягет Альянч Конечно Запоминающийся Так Ну Сайбера Поставим сюда Спулил все-таки Твою мать Дмитрий Михайлов Ответный Через команду Надо уходить Блин У меня тут У меня тут люди не олем Просто никто Ладно Ты уйдешь Это безусловно Команда на Дмитрия Михайлова И пусть они лезут На штурмовика Правильно? Поехали С Хитином Такая ошибка Вот одну клеточку Сделал И я не могу Дмитрия Михайлова Спасти Не могу Его может прикрыть Конечно Штурмаж Надо прикрывать Надо пытаться Подожди Не торопись Кодэдэй Не может Снайп Не может Рокет Может Отклонение будет Ушатает Тебя Ушатает Просто Жутким образом Подхожу Попробую Покоцать Хотя бы первым Что если Покоцаю Может быть Получится Да ё-моё 83 Надо попадать 67 Надо Есть Утим на четверочку Я понимаю Тут уже Скоро буду Беда Блин Сейчас Дмитрий Михайлов Будет резать Там народу столько Капец Побежал Мастер ближнего Давай Нет И всё Он бьет Как раз Нет Не Дмитрий Держись Держись Димка Ещё Нет Дима Нет Дима Нет Держись 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 Твою мать Один хит Один хит у Дмитрия Михайлов Колоссальное ранение Начало миссии Аховым Держись Что необходимо Взять Массового пулемётчика Компутировать Конечно За него Кукушка На мекам Кукушка На мекам Блин Мех Дмитрий Михайлов Чудом выжил Чудом выжил Просто чудом Да Идите Ну вот а что за промокина 80 на 70 Уже третий раз подряд Дмитрий Михайлов Дмитрий Михайлов Дорой Лучше подойду к нему И подлечусь Дважды Уже Такое гадство Первый же пак Почему самый сильный Из-за того что у меня половина же отходила Из-за того что приказ почему-то не видел видимо из-за фулкавра и двери Дмитрий Михайлов Это самый ценный наш сотрудник Поэтому я его второй раз лечу Ничего не сломано Поставлю Читающую броню Бежим Разведывать Видим сразу Сиктоит Ну блин это же скотина Она точно не одна Такого же не бывает Надо скан туда кидать Чувствую в этой комнате огромное количество людей Побежал Два сектоида минимум Три Десант Шесть человек Друзья Не охренели ли вы Тратить рокет на них естественно нецелесообразно Точно Не надо прицелиться Для начала Поверить остальными Начинаю наблюдение Буду насторожение Действую Справлюсь Я Буду на чеку Они могут на меня прям выбежать Наша стрельба была И они вроде в мою сторону и идут сейчас Дойдут Ох Шилку их Минус один Промах Блин что то хреново Они так среагировали быстро Они синхронисты видимо Крысы там еще Кибердиск Оу И они все здесь Ах Так разведчика я бы отсюда уже нафиг убрал Что он занимает ценное место С которого можно вести по стрелушке Поставил бы второго ганера туда Ну как ганеры Пехотинцы Подходите гады Сканирую Едесь внимание Ждем Кибердиск Блин Дмитрий Михайлов Где-то на 6 дней уйдет Хорошо что у меня пехотинцы есть Опа Выходит один Ты охреневаешь Пугать так Бонус на экспак Как видите 25% Еще кто то внизу Еще выходит Еще стреляем Дмитрий Михайлов Такой топовый Я его так подставил Одинка Прости Крыс А теперь Я снова встрою Начинаю наблюдение Начинаю наблюдение Перезарядился Буду на старое звенье Все под контролем Сколько их там осталось Двое Получается Одного так Второго Третьего Да двое получается Но там же не только этот пак Я уверен что там еще Еще кто то может быть Это самая наверное сложная часть Этой тарелки Потому что здесь Нормальных Нормального обзора нет Нормальных укрытий нет Ну вот после этого Как вдруг ты выходишь И вниз смотришь Поэтому Надо подумать Сколько их там Да двое Блин реально У меня есть замена По пехотинцам Это прям очень хорошо Надо сейчас видимо Разведчикам этим Причем через пехотинцы Эти разведчики Стоп Это экзальт еще здесь что ли Здесь экзальт еще есть Какой-то Вы слышали По рации переговаривались Там полный набор вообще Ладно Давай-ка ты сюда В инвиз Сканирую Сканирую Все на овере Сейчас посмотрим Увидит не увидит О Слияние разумов Хорошо Сейчас мы увидим Где они там Вот боюсь Как бы я сейчас Накидать диск Не Точно Скан Сейчас надо кидать Точно Скан Точно Бутоны Сканчик как раз вниз Вот на эту На эту площадь Правда Что-то Ни черта Не видит Хотя вот так Тоже неплохо Вроде как Потому что Это уже на ярус ниже И он вот Все что вокруг Увидит Ага Пак летунов Сразу Сходу А и тут Укрытия еще нет Да вы охренели Что-ли Тут Тут Раньше Полукаверы Хотя бы были Семен Семенович Ну возникает вопрос А как мне выходить Вообще Извиниться Видимо надо сейчас На оверах Вытаскивать их То есть подходить Ой крыс еще По крыс Твою мать Кто то Кого то убили Ой Давай Вообще О Все мимо Капец Кто то Упал Что то там Паков Дофига Было Куда то Камера ушло. И летуны испулились. Охренеть. Это какой-то ад. Просто ад. Да. Да. Ну как будто летуны разлетелись. Я разведчикам уйду. Поставлю все-таки ганеры сюда. Капец. Такое мясо. Просто толпа трупов. А представляете, врываюсь я, да? Врываюсь. Сразу что мы видим? Пять крисолидов. Четыре минимум летуна. Пять сектоидов. Это то, что там точно есть. Прямо точно есть. И кто это еще там? Да епарасы ты. Такое впечатление, что они сами на меня идут все. Нет, летуны не исполнились вроде. Ё-моё. Улыбаемся. Улыбаемся, говорю. Да, и они идут на меня. Они точно идут на меня. Наверное, штурмашину надо поставить сейчас на проход. Я не уверен, что он отсюда выйдет. Выходит, окей. Так точно. Сканирую. Двигаюсь на позицию. Да, идут. Поехали. Михайлов стреляет. Точно никто это будет. Там точно никто это. Да, что ж вы мажете. Ну, ну. Оверроч. Угу. И крысы еще здесь. Мутоны. Они что, все в этой комнате, что ли? Справлюсь. Помоется. Держу сектор. Ясно. Буду начеку. Ясно. Буду начеку. Можно начинать. Сканирую. Оверрочек вроде у них нет. Слиянин разумов на мечтоида. О-о-о-о. О-о-о-о. мне отсюда еще никуда нельзя уходить просто никуда вот он идет сразу щит снимает дмитрий михайлов 7 брони ну куда же ты ушел сычок следующий и акси кто это дима молодец димочка еще нападайте я смело больно стал на должен выходить никто это вот опять 108 процентов ох и дробаш попал и 22 процента дмитрий михайлов мстит хорош крит на 6 процентам герой даже шал избав прикольно спали на еще три сектоиды вообще хорошо что дроба 6 до подвел а он хорош 6 процентов крит пропер это вообще прям ой крисолиду новый пак не они реально идут они сами идут так промах на этого но сейчас там там же штурмаж у нас близко они побегут ой хорошо хорошо сейчас смотрите расстрел 1 облачу больше нет мне кажется что они реально идут просто на нас просто вот на пофиг они идут расстреливаем что-то не видишь его вы издеваетесь так вот же вот он димитрий михайлов тоже не видел на хрен на хрена зван добежит даже с двумя этими молниеносными тут его расстрелять должны не мастер ближнего боя должен быть кто-то вылетает сикер это о это плохо и тарелка они не все здесь они просто все здесь главное что ой сейчас снимаем еще овер к сожалению с этого ой минус два выстрела дмитрий михайлова ребят нужно прикрывать димку ну а он почему-то не не может пройти может и сикер бахаем без крита на 1 тарелку они все идут на меня это хорошо тут просто просто тут ну вы видите что здесь творится что здесь творится просто кладбище из трупов перезаряд летит дроид сикер это на идут еще поле закажись да еще не по лиц на ток что надо кстати поставить было пулеметчик вот сюда вот именно пулеметчик ставить они не видят из-за дверей они должны хитрый угол брать чтобы чтобы нас увидеть на кибердиск еще пак летунов еще кибердиск летит подержал при 100 рублей сообщение михаил 2 всего 300 и но мы удержим это ферма пельской уже да 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 летуну что стоят хорошо блин опять не поставил как надо я должен шатать диск он сейчас должен вылетать как раз да и мы его должны по крайней мере пару раз хорош дмитрий что бы я без него делал на еще баф такой ух пужик еще кто-то здесь до вылетают летуны они все лезут минус overwatch 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 так ты видишь уже хорошо это раз оверлучши не здесь оставляем ой ты плохо стоишь очень плохо стоишь тебя флангуют блин я готов буду насторожен иду наблюдение с богом там еще троим если кто-то там все еще развлекается а представляете сюда выходить просто сразу и пулить все правда под рокет можно специально выходить разведчиком и это вылетает еще один он направо ушел еще over под ранок отлично почему вижена нет на него еще один нормально здесь естественно раз сколько мы настроили то уже порой десятка есть двадцать пять человек время убивать готовность все готово готовность что это что снаряжение пришельцев вот он гвардеец блин прошел о господи сколько в этом 24 но число одино твою налево Капец Ох, Хэвик не может поставить метку Вся 2, фигня Ставим метку 81, ну здесь точно да Хорошо И овер Тут шоты, да У него тяжелый плазмор Такая пушка жесткая Там были еще Минимум один, я видел Вылетает Всем овервотч Все овервотч снял Готовность номер 1 Сканирую Я снова встрою Подходите, гады А теперь в бой Подходите, гады Еще один элитный мутон Два мутона и один сектоид Смена магазина Держу всех Почему-то он сейчас полезет Опять же А, там клетка прохода сломалась Я пройти не могу И враги тоже Сохраняем Выходим Написали только что Гругнир Ну летуны пролетают А не мои пройти не могут Не Хотя крисолиды пробегали Ну видимо это уже было после того как Вот я не понял только одной темы Почему они решили сразу бежать на меня все Что это за Какое помешательство массовое Да, теперь уже можно пройти Спасибо товарищу пользователю Уже читал никнейм Сейчас еще разок скажу Гругнир 74 Не пробегали, говорит Фанс Ага, Дмитрий Михайлов Как бы он так просто И вот эти вот Трупы здесь оказались Тоже так просто Я буду на чеку Может быть, да Видимо надо сейчас уже с инвизом И с канки дать Хотя они щебечут вроде Вроде щебечут О, смотрите, кибердиск Так, ну что Я бы попробовал подойти Штурмошать чуть-чуть назад Пошел инвиз Сначала кину скан Посмотрю, где кто Два с половиной десяток человек Поблизости типа не вижу Но это вообще мне не Это не показатель Вот он уже я спулил Они должны быть слева Сиктоиды тоже должны быть Скорее всего подо мной Все сиктоиды будут подо мной Рано или поздно Так, теперь пробегаем Типа вот к фулл каверу сюда Чтобы сохранить инвиз Но чтобы не было фланга Подведываю еще Гранеры сюда А то можем сюда вот вниз Перебежать Ну тоже типа Попытаться сохранить Невидимость Учитывая нашу мобильность Фулл кавер Побежали Хм Ну чисто в теории Мы можем передислоцироваться Направо вот сюда вот Вот чисто в теории На практике Я вообще не хочу никуда идти Не вопрос У меня все под контролем Координаты получены Закидываю Готовность номер один Ясно Укрепляем Готовность номер один Буду насторожая Сейчас выскочит И прострелят меня Прямо подо мной они Так Давай-ка все-таки Попробуем угол взять И посмотреть Где они там Подо мной Кидаю скан Предпоследний вниз Просто Да точно там есть Мутоны и парасектоиды Вангую ЁПРСТ Мутон-гвардеец Этот Блин туда гренку Надо закидывать Конечно Одна проблема Я без гренок Так Или 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 Плохая ситуация Не я с места тут И не должен И не могу Сидеть чили Да они что-то задумали Мне кажется Мне кажется Нужно вот сюда Выходить Аккуратненько Частично Я в пути Просто под Не знаю Не может быть Разведчиком Выманим Вот реально Разведчики Побежали Ух ты Эд двигается Эд побежал тоже А В крови Окей Возможно Они просто Не знают Где мой Разведчик Как-то пробегать Слишком нагло Давай сюда Добрый день Нет Слишком рискованным Ну я спалюсь Они будут по мне стрелять Гвардейцы В хорошей точности Если я сюда Передислоцируюсь То меня уже Может быть Видно Хотя нет Скорее всего Нет Попробуем Окей Слушаюсь Я пошел Выхожу бочком Есть Выполняю Понимаю Что снайп тут Вообще не работает Мне бы даже Лучше было бы Пулич поставить Тутовер 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 Это вы бы сюда Под следующую команду Здесь естественно Никаких выстрелов Опа Кажись мы спалились Этот сучок первым же ходит Ее мое Соответственно сейчас будет мутона ходить Я не знаю где я Убежал Два овервоча можно просто бахнуть его так блин а если сзади будет сейчас еще это не будешь раньше времени расслабляться тем более что у тебя тут как бы вижу на него нет но он двинется и у тебя будет вижу нереально просто на опыте да 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 ой слева пак мутон новый пак это или нет баф пошел нет пока и 2 смотрите 60 сейчас крита не было ни одного ну и лимит критов исчерпан один секто это остался 31 человек уже умер 31 31 надо вот до сюда добегать естественно нужно понять где сектоит но это не так важно потому что это сектоит это не не мега крутой какой-то там элит элитный мутон могут быть кстати скрипты так что не торопимся рода снайпера пока сюда подходим блин спринтер саппорт вообще прекрасно особенно скам с он и полечить получается любого может и со со спринтом тебя больше возможностей по командам где сектоэдик то я просто слева а вот он маленький чуще бишь дмитрий михайлов не понял попытался сектоэдик маленький хотел ну хотя бы 26 процентов ну хоть дайте стрельнуть дайте вообще нет шансов не дает понятное дело что он даже не пробил бы никаким макаром но ему даже поиграться не дают смотрим что здесь здесь ничего вообще на аналогичные на ложке было 38 человек но если мы берем дредноут вот но это по конструкции немножко другая есть блин сколько же мне ресурс не расслабляйся не расслабляйся не надо хотя там еще вторая миссия дальше двигаюсь на позицию ясно начинаю движение выполняю боимся смена магазина я саму внимание прямо лево так мы здесь подходим потихонечку видимо будем заходить часы же поняла зря так сапом пробегая ладно раз он никого не увидел стало быть можно ходим частичные оверы двигаюсь на позицию двигаюсь на позицию по снайпам надо уже выступая вверх выводить кто-таки экзальт но это товарищи которые решили что угроза пришельцев не надо устранять лучше к примкнуть к ним раньше времени и ну и все будет хорошо у них то есть они включили видимо какой-то резина был что-то по секторе экзальт спали 3 экзальт а вот что что то такие вообще что это такое Раньше времени, конечно, я спулил Ну ничего, у меня здесь есть укрытие Единственное, я снайпа зря выставил Это прям точно зря Так, а там рокет не может пролететь в нем? Вообще-то изи Лучше-ка я сюда спущусь, не хочу Ну они должны как раз вот по этой дорожке идти Сразу оптимист, ответный огонь Бегус один Не, экзальт это не чита вообще Любым вообще, кроме, ну, от кибердисков и выше Абсолютное бесполезное создание Да, методично выбегает, методично погибает Почти Сейчас еще будет овер, не переживайте Последний, третий Баф пошел Ольдизель, спасибо, рассказывай С самого детства, проживая в глубинке Сибири Дмитрий Михайлов с помощью топора и чьей-то мамки Вскрывал мелкие тарелки Начинаем углезти в пол Держу сектор Да Скип Третьего ждем, третий выбегает Он вроде не паникует Ну, если нет, я разведчика уже подвожу Под, 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 подвожу Бегаем Да, он, видимо, ниже решил уже остаться На самом деле мы можем просто вот так подходить Раз Два Потому что вероятность того, что он Выйдет И его на оверах не убьют люди А я, она вообще, ну, она мизерная Готовность номер один Она очень незначительная Подходите, гады Подходите, гады У меня все под контролем Эм А тут нет Тут только, только при помощи крюка можно забраться, оказывается Тоже Есть разница в Давай ханкер лучше Сгиб Бежит Ну, извините, тут С первого же выстрела Причем это не все еще Плюс у некоторых двоейного овервотч Так, ребят, нормально Я бы Поставил Все-таки ганеров Да не, нам двигаться просто всем Оставить только одного снайпа наверху Возможно пулеметчика Но это тоже не точно Хотя пулеметчик, он как раз не маневренный И Слушаюсь Ясно, буду на чеку Здесь пока ничего Начинаю, но взбившись Да, и сделаем еще тогда Сканчики не... Не, не, не будем сканчики Сейчас до дверей будем доходить Я не слышу, чтобы Кто-то Поблизости Был Поэтому просто вот сюда Под инвизом Смотрим дальше С этой стороны никого Это сигнал, что можно подтягиваться Опять же, лучше с оверами, конечно Да, я оставлю только одного снайпа И рокет, и сап, и пулеметчик Пойдут вслед за разведчиком Отличить не буду Слева все-таки Да, прям по курсу Может в главной комнате даже Тут еще, видите, вместо этих Вместо детонаторов Источники энергии Находятся здесь Полного укрытия... А, и эти вещи Несмежные, да? Ну тогда На полходика, пожалуйста Ага Двери открыты Тут имеет смысл подойти До полного укрытия Наверное, даже Двумя Ганнерами Просто подходим Овер-прицеливанием Готовность номер один Сейчас уже опять в инвиз До следующей двери Да, судя по всему Они находятся в этой В главной комнате Вопрос, кто там находится Пошел инвиз Не вижу пока Так, тут можно влево Наверное, всех нужно переводить Потому что, видите У нас нет возможности По... Да, и снайпа тоже надо вводить Он уже не будет стоять Лучше много лишних Лишних препятствий Надо уходить влево Тогда наверх То есть сделать разведку Прокинуть сканер Убедиться в том, что там люди Стоят просто на месте Посмотреть, где они находятся Какой у них там вижен получается И после этого уже Сдвигаться Встреча сейчас сканеры Они не ходят Видите А зачем скан, если они не ходят Пробуем Тоже никого Ааа, может это и не конец Там же еще дверь была Да, тут есть дверь Там еще зал Источники энергии Должны взрываться Не хочется слишком быстро форсировать Но и тормозить тоже не хочется Надо сейчас прислушаться Откуда-нибудь Прямо или право Да, они в зале Ну что ж Тогда мы Продвигаемся за фулл кавер Готовимся открывать эту дверь Это последнее здание? Это еще не последнее А, там огромное здание С командиром, скорее всего, будет Окей Продвигаемся Продвигаемся Принято Уже лечу Выполняю Живелись Холли нас Начинаю наблюдение Начинаю наблюдение Штурмовик Вперед Я не знаю, кто там будет Я не играл в эту миссию В лонгворе Не уверен, что Нужно прям внутрь заходить Может быть и нет Давайте приблизительно По центру разместимся Пока что Чтоб открыв дверь У нас все стреляли Это уже будет Весьма и весьма неплохо Сейчас к двери Открываем Закидываем скан Дверь Открываем А, я узнаю Да, 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 да Или нет Да, блин Тут же еще одна комната Типа Такая Не факт, что проходная Ясно Начинаю движение Снайпа Снайпа на балкон Не уверен, что здесь Видишь, такие полные Стенки перегорожены Поэтому Это достаточно Поспешный поступок Просто потому, что Скорее, он не будет стрелять Из-за отсутствия Вижена Я пошел Выхожу Блин, снайпер все равно Не должен так подходить был Я уже там Движусь на позицию Готовность номер один Смотрю в оба Проходим дальше Не доходим до Ага, хорошо Да, надо всеми сдвигаться Они явно не собираются выходить Пока еще Сейчас одна из дверей Скорее, правее, да? Мне казалось, что это последняя вообще комната Но там как будто еще что-то есть Вот это вот Начну-ка я отсюда О, тут обходы еще какие-то О, там защитники Сколько? Раз, два, три, четыре, пять Шесть Я очень хочу Рокет кинуть сюда, конечно Я не уверен, что мне Мне не хватит Это следующий ход Перезаряжаемся Смена магазина Видели? В два счета Квойл готов Готовность номер один Кайф Координаты получены Вижу группу гневника И я спулил Под конец спулил ГГ Твою мать Ханкер, блин Я не уверен Может даже Надо сейчас продавать Этого штурмаша Бью ближнего Капец Я не уверен, что я еще дальше Не спулю паки Это фланги А, я не вижу никого Тогда просто вот Нет, подожди Самое безопасное С точки зрения Чтоб не фланганули Фулл кавер Скорее, да Здесь Штурмаш Будем ли мы тебя пытаться Как-то что-то Где-то Почему-то Тут прицеливание Точно А негде Сбогу Иду наблюдения Ой Хорошо Дмитрий Михайлов Попадает Но там 42% Уже слева идет Мимо Хорошо Их там до хрена Их там еще 5 человек Ой, не-не-не-не-нет Ответка 57 уже с точностью Попадает 4 Блин, у них пушки Не такие жесткие Не-не-не-не-не Попадает Ё-моё Еще один Дмитрий Михайлов Нет Еще один Дмитрий Михайлов Ранин Еще один Ой, как много их Обстанавливается Так 55-55 Я думаю Надо до сюда валить Просто Просто валить Хотел эту крыть Еще меньше Раз, два, три, четыре, пять Человек И не факт Что ты последний Дмитрий Михайлов Ранин Ганнер Вообще не факт Что ты последний Так, что рокет Рокет Может быть Блин, уклонение Такое Аховое Триклетки И ты ранен У нас, да? Семнадцатый Тимист Кода Да и в любом случае Отсетит Стреляет Хорош Попал Двойной По кому? Ясно Ганнера Надо сюда ставить То есть ты уходишь сюда Потому что сап Ты подходишь сюда Сап Шесть Дмитрий Михайлов Не, надо ганнера Подставлять Просто Влетать Нет, ты можешь спулить Если влетать То ли только направо 55 Рокет Скорее всего промажет Если рокет Отсюда не уйдет Он скорее всего умрет Но у него Нет возможности Уйти уже Надо молиться Поехали Повторяем попал Но Так себе Че по приказам Приказ никак 70 38 38 40 60 39 Блин Дмитрий Михайлов Может спасти Хотя Надо Дмитрий Михайлов Уводить Координаты получены Если От рокета Я готов Еще Дмитрий Михайлов Увлечив Здесь Ушатываем Фланган Фланганутого Ориентировочно Здесь Скорее Овер Просто Пенрира Я бы тоже Попытался Спасть Дмитрий Михайлов Сюда Сразу За кавер Будет ли Ранганер У нас Чемпионить Не Не будет Я его Поставлю сюда И Просто Сделаю Овер Снайп 55 55 Опасней Ближней Он Идем Нет Флангануть Могут Мне Этого Тоже Угодим Нафиг Короче Продаем Нашего Ракетчика Тут Вряд ли Выживет Ну По нему 3-4 Выстрела 40-50 О Ответочка Хорошо Подставила Штурмаша По нему 58 Он Живет 53 Не надо Нет 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 Есть Живем Это только По штурмашу Может Есть Живем А еще Один А этот Регенит Окей Фуловы По 5 Восстанавливают Жесть Какая Перезаряжаемся И валим И валим И валим Пулеч 38 38 Я бы им Тоже Свалил Наход Просто Чтобы Они Спустились Со своих Фулкаверов Блин Справа Простреливают Нет С одной Стороны Типа меткость Хорошая Но я не хочу Здесь сражаться Я лучше Овер Перезарядка Здесь Назад За угол Просто Штурмаша Как Есть еще Порох В пороховницах Снайпа Еще дальше Скажем Сюда Этого Спасаем Саппорта Наверное Как-то Так Ну и Вот этих У двоих Тоже Надо Уводить Одного Сюда Пулича Скажем У нее Общий вид Есть Сюда Ты уходишь Вообще Чтоб не фланганули Но для метки Ок И этого Чисто За угол Давай Все Потом Надо Рокет Мэна Спасать Сейчас Они Должны Подходить Идут Идет Один Идет Второй Рокет Пытается Уйти Но я не уверен Что ему Здесь Будет Хорошо Наверное Даже Вот так Будет Лучше Овер Овер Перезарядка Овер Скан может Кинуть Нет Уже Поздно У меня Все Под Контролем Они же должны К фулл каверу Подходить Сюда Может даже Кто-то Выбежит Они спускаются Как раз Слышали? Да я слышу Что бегут Может скан Закинуть туда Да Давай И Пресс СТ Начинаем Сканирую Я Начинаем Люди Ну что Будут они Идти Нет Это Двигается Ой Там их Как много Этот Идет Да Ой Полуукрутивание Еще Подходит Надо Пулечи Убирать Да Полуукрытие Снайп 55 У него тоже Все очень плохо Я ему Иду На этот ход Сюда Чтобы Иметь Возможность Он единственный Кто может Простреливать Стабильно Просто Понимаете Прицеливание Здесь К сожалению Надо бежать Увы Тут в принципе Нельзя близко Находиться Никем Уходим За фулл кавер Перегруппировываемся Тут фланг Под ранен ганером Но я не хочу Я на позиции Мониторю сектор Пулечи Еще видит Назад Пулечем Время Молиться Блин Как же Я на последнем Так Хорошо Блин Ну хит Кому оставил Зашел Боеготовность Стреляет Стреляет Овер Ну Нет Там маленькая Вероятность Еще кто-нибудь Сайбер Ты же тоже Хороший Еле выжил Еле выжил Это Тригенец Тригенец Снайп Стреляет Да Да Скритом Хорош Здесь Пулеч Ставит метку И второй раз Стреляет Ой там кавер Можно поснимать Отлично 58 Есть Минус 2 Сейчас спасаем Рокетменом Господи Как же ему тяжело Овер 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 Ну овер Бегает Еще Шо Ай Достает Да Сейчас еще 40% По По Рокетменам Погибают Вытащите Кто-нибудь Пошла паника Ясно Это же Дмитрий Михайлов Хожу Штурмовиком Тут Овер Хожу Так Да ладно Опасно Выходит Овер Опт Оптимист Ну блин Попал Хорошо Сейчас Дмитрий Михайлов Все может Увидит Есть Два раза Рокетмену Теряли Так Давай-ка Только Мы Сейчас Не будем Терять Остальных А Вижена Не Нет Давай Вижен Сделаем Поехали Раз Поехали Два Снайпер Три Возможно Последний Нет Не последний Все готово Перезаряд Ковер Последний Остался 41 человек Капец 41 человек Я пошел Выходит ГГ ГГ Все задачи Выполнены 42 Врага Сколько мне дадут За это Мэл Мэллоэс Повышение Снайпер Максимальное Звание Плюс 95 У него Меткость Кода Дэй Ау Сапресс Или Поддвойную Выставку Мне Поддвойную Нравится Больше 55 дней Дмитрий Михайлов 14 дней Фернир И Капрал Сергеевич Только его Вскрытие Элитного Мутона Обломки Трупа 272 Элери 240 Сплавов Борт Компьютера Почти Термоядерный Синтез Да На достойной эпохи Сергеевича Это 800 Ох Герой Добряк Поддержал Ваш канал На 100 рублей И сообщает Чамангел Прошу записать Добряка В ракетчике Инициатива Из чатчика 800 Пацаны Кризис Кризис Миновали Ну как миновали Сейчас будет значительно проще Во-первых Ремонтный ангар Эгиду Раз Что я хотел Ой Чего я только не хотел Я хотел корабли Нет Я хотел строиться Постройка сооружений Может лифт бахнуть А Не погоди У меня там в литейном цехе Такие проекты Конские Плюс патроны Например Ремонт в бою Сохранение боеприпасов Топовая штука Под патроны Бронированные перехватчики Вот Плюс косарь хп Вот что Куда мне нужно 200 сплавов Ну я решу Проблемы с самолетами Читично Или вложите Металлургия пришельцев Чтобы Вытаскивать Больше С мест Крешения НЛО А улучшен ремонт Ремонт самолетов Время ремонта Перехватчиков Сейчас хп Выгоднее получается Так Бронированные перехватчики Господи 60 Эллерия 200 сплавов 70 наносплавов И 400 9 дней Работы начнутся немедленно Но на самом деле У меня есть еще 229 Эллерия И я могу еще На 300 А в школе офицеров Я уже все сделал Отлично Может быть дождемся Вскрытие Нет Вскрытие берсерка Подожди А что я могу еще Производство предметов Давай вспоминай все что ты мог сделать Хотел сделать Но не мог Дугомет хотел сделать Изолятор Дугомет Хорошо Автомат Гаусса Веерный Дробовик Карабин Гаусса Гаусса Лазерная Марксманская Легкий пулемет Гаусса Пистолет Пулемет РПГ кстати не потеряли Можно пистолет Пулемет Гаусса Давай И желательно еще Вот эту вот Штуку Как называется Господи Сплав бронебойный Датчик движения Калуфляжка Миллион Один Все деньги уже потратим Сейчас Мне пока не надо Марксмански нет Сколочные боеприпасы Прицел Пробивающие Противоударком Противоударка Штурмовик Штурмовик Дается Противоударком На 33 Если наносит уран Срастание до 4 клеток Включительно Мега штука Классная Хитин и Противоударка Так Сейчас будет Следующая миссия Сразу еще Проверяем Кого можем назначить Что еще Что еще Давайте посмотрим 30 часов Может у меня кто-то там выйти может Да у меня тут готовы все Вообще Понтия Медик Топовый Эндердяк Пожалуйста Тут народу Трындец Как много Два пехотинца Под усталостью Еще один пехотинец Под пикселоус Только трое раненых Дмитрий Михайлов В том числе Построить хотел Да нет Я Генератор Без генератора Я пока не построю Мне нужен изолятор А Чустич Подержал Ваш канал На 500 рублей Сообщает Михаил Радуй Дальше Нас Своими стримами За то что Позитив Короче Следующая миссия Сразу же Это НЛОшка Средняя Сбитая Очень нужный снайпер Скорее всего Двух снайпов Возьму Правда У меня не будет Тогда на следующем Бобра качать надо Бобер хиленький У нас Прям как я Блин А че ж делать У меня сейчас Не будет разведки То есть У меня инвиза нет Скорее всего Неизбежные контакты Поэтому я возьму Инжа С дымом Соответственно Второй медик Перспективный Но нет Второй снайп Скорее всего Да Разведчик Скорее всего Да Перспективный Очень хороший Уличи на контроль Одного Точно надо взять И последний Кто последний Кто последний Кто последний Рокетмен У меня нет У меня только один Рокетмен Который Который на фатиге Че самое время Взять Рокетмен От рокета Что нужно Защита Маневренность Плотность Вот это Вот будет У нас Рокет Конечно Экспа В пустоту Поехали У нас Только одна Гида Андердяк Подполковник Между прочим Подполковник Захватывать Пока не могу Ну пока Гаусс Пока прицел Понтяши Естественно У нас Скорее всего Бронька Все таки И два прицела Без доп урона У нее Проблема с точностью Вы смотрели Ее стрим По PUBG Поехали Наверняка Видели Здесь Снайперская Винтовка Одна Гаусс На бобра Побер Поточнее Будет Снайпер Поддержал Ваш канал На 100 рублей И сообщает Хорошо Что ракетчики Реабилитировались Жду Громобой С термоядом В этом Трае Пожалуй Гиду Этому Ну Гренадеру Короче говоря Густой дым У него есть Второй Снайпер Будет у нас С Лазерной Винтовкой Тоже Сошки И последний Прицел Прицелов Маловато Хоть это Остался Разведчик Который ему Прицел Особо не нужен Разведчик На прокачку Пусть Панцирка Лазерная Марксманская Скана Одного Наверное Хватит Давай Марксманский Прицел Пулич Бронекостюм Гаусс Остраховочный Экстендед И Нубас На будущее Даем ему Все равно Гауссом Даем ему Обычный прицел Медкомплект Страховочный Поехали Так это Средние на ложкам Садимся Бойцы тут послабее Но я так и Планировал делать Мы ее сбили То есть здесь должно быть До 20 врагов В районе почти никто не живет Но все равно Говорит рейнджер Ох Тарелка близко Очень близко Мы присмотрим за вами Штурм один С одной стороны укрытие есть Здесь угол тоже импонирует Конечно Я сразу ухожу снайпами Может быть кстати не только Давай Хэббиком еще назад Вот меньше всего Я сейчас хочу без разведки Идти Проверять Что-то у нас по По врагам Бегом Блин все равно Пару лет вперед Пробежал Дурак Бобер Бобер лучше Таскан есть Понятно Начнем с прислушивания Не идем вперед Ближе всего инж Слушаем кто Как ты слушаешь Он же через ход Насколько я понимаю Первый скан Скажем вот сюда Рядом с тарелкой Что очень близко Они к тарелке очень часто Ай-яй-яй-яй-яй Или там и слева Сейчас снайпуем Снайп видит Много И там еще эти Второй снайп Не очень Видит Но зато он Блин за кавером Видимо Инжан доставит сюда Не уверен Что нужно Прямо сейчас Пулит Укрытий нет Нормальных От старта То есть Может быть Даже вправо Смещаться Чтобы не было Вот этих вот Стремных Полуукрытий Прицеливаемся Прицеливаемся Дроиды Сикеры Летуны Летунов надо Наверное Пулит Поехали Где крит на 64 Ну е-мое Есть тоже с критом Двойного выстрела нет Ну пробиваем Тут у меня уже фланг Между прочим Общий вид Мне надо заканчивать Сейчас я уже начинаю ошибаться Полуукрытия Капец Как я здесь буду воевать С ними С такими каверами Как я буду воевать С такими каверами Скажите Я понимаю Что дым Но мне в принципе Здесь не отступить Разведчика дальше Здесь овер 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 И сразу Первый же дым Блин Отступать Не хочется А у них Общего вида Нет Давай глухаем Эти улетают Хорошо У меня есть некоторое время Чтобы с этим С посражаться Отходят Гренко Да ладно Полу кавер Вместо кавера Полетел телепорт Окей Я играл очень хорошо То есть у меня тут фланг Но в принципе Блин У меня еще бобра Перезарядка Один патрон Нужна метка Я не уверен Что отсюда я его увижу Отсюда скорее всего Нет Увратительным Левую конечно же Надо в первую очередь убивать Не нет С метки Это полуукрытие Скорее всего Отступать сюда Возможно дым Возможно гренка В левом А у него ХП-то не осталось Практически То есть тут можно потравить Его По крайней мере Ганнерами Раз Хорошо Баф Отлично Скорее всего Дым здесь будет Тут лучше Сапресс Где же мы с дымом Обойдемся Ясно Начинаю наблюдать Хорошо Летят уже в мою сторону На готовность Следующий идет Есть Молодцы Возможно Возможно был фланг Но И ремонтируется еще Да вы охренели Сапресс Мастхэв Снайп 74 Хорошо Пока без бобра Пока 50 Попробуем так Вылетают вроде на меня Да Ну этот пак вроде попроще Сразу сбиваем одного дроида Раним сикера одного Второй раз раним Хорошо Отлично Молодые ганнеры Хорошо стреляют Хотя молодые Это понтяша Не не то что она уже не молода Потому что она уже максимального звания Я вот что хотел сказать Так то понтя вообще Лет 16 наверное Перезаряжаемся Сапресс или метка Я думаю метка Конечно гренкой Мне не нравится Просто тут Ааа Ну ясно Давай по этому меточку По дальнему раз Мне не нравится Это все дело Ну не попадаем просто И оружие такое что Да не овер 61 Мажем А он попадает 20% Еще один сикер справа Кого мне ранение 57 Он мертв А теперь В бой ГГ Объект уничтожен Я пустой Рядового рокета убили Фух Слава богу Лемминга Фух Еще бы летает Летон бронированный Откуда ты Ой Какой хороший Лемминга убили Слава тебе Господи Я уж боялся Все Слева топают По тарелке По тарелке Топают явно Блин Это очень стрёмно Я готов Я готов Я готов Я готов Сигмены Слышали Я попробую Закинуть Сканту Дам Не вижу А Вижу Пулич Видит Снайпы Скорее всего Тоже А сколько Их там Трое Всего лишь Да пулем 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 Они шокнут Просто Ну почти Четыре Четыре Метка Мне кажется Здесь надо Уже выстраивать Выкидывать Короче Этот Дым Вот сюда Понятно Что там снайп И ошибка Была Стрелять Но снайпа Не все Видят Овер Хорошо Это минус А вот эти К снайпам Идут Но они Не должны Видеть Это Должен Тоже На Паров Попасть А Нет 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 Надо Сейчас Снайпов Вводить Слевым Хотя Как будто Они Не знают Откуда Звук Но снайпов Боя Все равно Убил Или Поханкерить Не Увидим Не хочу Сейчас Еще Рисковать Пацанами Боеготовность Есть Чего Пусть Пусть Слезу Тринсингмены Сейчас Выпрыгивать Будут Ой Там же Молниеносные Клевые Что-то Второй раз Ему не повезло На десятку Да и Их на овере Ловить Конечно Не очень Хорошим Стреляет Тридцать Четыре И Попадает Давайте Овер Где там Овер Еще Подходит Нет Не подходит Так 64 79 Видит Второго Пулич Тридцать Четыре Сорок Давай Все-таки По дальнему Потому что Он Здесь пока Броня Держится 60 80 С критом 80 По дальнему Повышение У этого Есть 55 Бобер Хреново Бобер Конечно Тут рандомит Рандомил Отлично Я бы Конечно Еще Подхилял Нашего Нашего Друга Но не буду Этого Делать Потому что На оверах Должен Его словить Просто Отлично Ранение Ранение Только Одно Но там Он должен Еще Выйти На наших На наших Должен Выйти На пехотинцев В частности Так Хорошо Пока Потеря Только Один Лейминг Убит 12 Пришельцев Этого На ложку Напомню Мы сбили С вами Мы ее сбили А та села И это конечно Очень хорошее Подспорье В плане бабла Исцеляем Полностью Возвращаем Снэйпов На позицию После перезарядок Такое впечатление Что остались Только Серьезные цели Ясно Начинаю Движение Вы понимаете Развитки Халявны У меня нет К сожалению Да Судя по всему Остались Только Инопланетяне На защите Тарелки Поэтому Мы Планомерно Сдвигаемся Всеми Кроме Снайперов Но в этой тарелке Снайпов Двоем Восемься этих Двоем Врагов Да Слышишь? Это шум Со стороны тарелки Да Это шум Со стороны тарелки Подтягиваемся Тут хорошая Пара укрытия Есть Есть пара Хороших укрытий Надо по-русски говорить Вернуть бобра Надо вот сюда Ой опасно Все Теперь С высоты У них Скорее всего Уже с этим снайпом Будет возможность Пострелять Подходим 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 Ну как же мы с вами Этот Корабль-то Ну да Дмитрий Михайлов И минус Сроки Подходим Инжон Надо понять Кем Выманивать людей Скорее всего Остановлюсь Вот пулеметчиком Здесь Но я не хочу Понтик посылать Так далеко Видимо Гранатчик В этом Инженер Надо пытаться Он и достаточно плотный Надо бы увидеть Просто с какой стороны А подождите Это не такая большая Нет Это средний Нылой Это же не маленький Но Кажется мы здесь Не одни По правой стороне Пойду Я обо всем позаботюсь Возможно подвести Пантюш Вот сюда Ну как бы она там Один из основных Дэмэдж дилеров Если не основная Сейчас за угол Смотрим Ну что Вполне вероятно Мы здесь уже Увидим кого-то Нет Скип Хода просто Скип Дальше сюда Скип Ходом Что это было? Видимо Вот в этой комнате Да Мы За За углом Надо к двери подходить В полный ход Открывать ее В следующий ход Два человека Тут нужно Скорее всего Они здесь Открываем Да Все валим Валим прямо Валим 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 Снайперы сейчас Выцеливаются Команда пошла Тут овер-ок Тут овер-ок Тут овер-ок Саппорта бы подвел Поближе Вот так вот По крайней мере Но он тогда Сможет пострелять Так же как и понтим Ханкерем Я на позиции Прицеливаемся Огрубочек Должны выходить Там что-то есть Блин Удерживаю позицию Неужели они не поняли Куда я убежал Безразличка будет Нет, они перемещаются Да, выходит Вижу Глухаем Выцеливаем Овер-овер Овер-овер Один процент Да ты что, серьезно? Все, короче, уходи Уходи, раз так Мчусь Так, ох Молниеносный Три О, тут уже не положишь На критах Блин Как они сопротивляются Ничего себе Ну, понятно, что мы его Ушатываем Но, как бы, видите Чего они творят Ненормальная Метка Снайп Блин, он уже получил Повышение Надо сейчас бобром Пытаться Прострелить Бобер стреляет Этот вышел из игры Нет патронов Блин Что овер-вотч Меня особо не спасает Получается Я стараюсь А теперь в бой Надеюсь А, он слева будет выходить О, опасный момент А у этого нет оверов, кстати Нет оверов Нет, нет человек Так, справились, друзья Потеряли только лемминга 14 человек Здесь тоже бабло, ребят Здесь тоже трупы Здесь тоже элери Сплавы И надо сейчас подумать Потому что мы реально можем Сейчас в литейке Хорошенько затариться Бобер повышение Ой Бобер берет себе Перезарядочку Ему дали 6 точности 92 Еще один снайп Выборочное прицеливание Плюс 3 точности И смерть у Рокета 120 элери Тоже Много денег Поврежденный борткомпьютер И продавать Три штуки Блин, классно Поврежденные вещи Ремонтный ангар Раз Я думаю, что сейчас Надо парочку бронек Сделать На сером рынке Мы с вами продаем Вещи, которые Повреждены 150 223 Элери Точно можно Попродавать Вот он у меня С запасом 337 элери Это при том, что Мы еще потратили на исследование Нам позаказали Позаказывали Я думаю, надо броню брать Как раз и гиду Скорее всего парочку Это Сохранить нам состав Может тройку сразу Она всем хороша Да, давай так Гулять-то гулять Вскрываем берсерка Погенный, кстати Лаборатория генетики У нас же свободный Пацаны вроде есть Да, давай-ка туда Тоже на сером рынке Продаем Элери Немножечко Почему ты мэков Отгноришь Потому что я еще пока не Ну, на них нужны Деньги Нужны Кажется, нужны Кибернизация Может попробовать Реально А я не запарю человека Если Генно-модифицированного Я сначала Лабораторию генетики По аппу Алиску, например У нее раз-два Что есть еще? Если получаемый урон Снижается Ну, усталость Плюс 12 часов Да не, ну Эти уже хорошо работают Может быть Пехотинца поставить в покое Взять, например Разведчика, скажем Сделать ему Кожу Мы же разведчиков Через кожу Там потом еще ножки Разведчик Есть Этого нужно тоже Прокачивать Превосходно Мы начинаем подготовку Кандидата К хирургическому вмешательству Я сообщу Когда процесс Генетической Модификации Завершится Запросы, запросы, запросы Что у нас там По запросам Инжина Спутник Бразилия Хочет спутник Кстати, может быть Почему бы и нет Ну, ради инжей Допросы нам не нужны Во, постройка содержания Всех сооружений Дающих энергию Стоит на 30 меньше Но я уже потратился Содержание может быть А, у меня спутниковый модуль На пределе Да Наносплава нет Трупы ученые Окей Трупы сектоидов Окей Стаси с камеры Пришельцев Командир сектоидов Офигели что ли Так, Россия не выходит Но ничего не платит Берсерка Вскрываем Корабли улучшаем Можно третий корабль заказать Но денег нет Назначаем офицеров Я хочу просто посмотреть Ну, вдруг у меня есть Человек Нету человека такого Подполковник новый Возможным Да, Гэмбл Подполковник Хорош Доп-защита Доп-воля Майоры на новых медиков Которых нет В запросах пропустил Иллерии Что там было на Иллерии? Инжи Не, не хочу 35 достаточно много Инжи мне сейчас не нужны Иллерии я лучше продавать буду В школе офицеров Мы сделали с вами все По назначению ок Новобранцы пока не нужны Есть еще кого качать Есть еще лемминги В элитейном цехе Заказали Туда сплавы С темоподавлением Сейчас уже сплавов нет Я уже все Все потратил Скрываем берсерка Против него получается у нас Что там еще? Нейросмягчение Какой-то новый мод Боевой стимулятор Ближний бой Мэг Нейросмягчение Увеличивает силу воли на 20 При защите от психоатак Иммунитет к панике Если враг берет под контроль Разум бойца Всего лишь Оглушает на ход Надо запомнить Оооо Анализ штурмовика Можем сделать Ой Боевые экзоскелеты Это Мэг Вскрытие элитного мутона Вскрытие корабля Даст нам конечно Да Давайте мутону лучше С элитным мутоном Проще будет справляться Вскрываем элитного мутона Хорошо Что дает? Тактическая разгрузка Ой Это доп ячейка Это доп ячейка Блин Это мега важный грейд Это доп слот В этом Максимальная гибкость тактики Тактические разгрузочные элементы Всем ооооо Второе сердце Тоже вторая жизнь Стекает кровь и кровотечение увеличивается Короче Гарантированно упадет И не умрет человек Вот это Ключевым товарищам Тоже бы сделать Насколько нам нужно Для разгрузки Зря конечно Я потратил сплавы А где он? Хирургия Передовая хирургии еще Вскоре на лечение оперативников Капец А тактическая разгрузка Это тактическая разгрузка 100 сплавов 10 трупов элитного мутона Ну понятно 500 Ну это все равно У меня сейчас Короче элитные мутоны Должны по городам шастать Чтобы я Все это Так дугами Окей Хорошо Едем дальше Ученые инженеры Ядра мехтоидов Это где у нас? Америка Ладно давайте Возвращаются пацаны Инжи лесом А в каком месте? Подожди запросы Франция Что у нас по Франции? Господи я Это вроде норм там А насколько снизится кстати? Давайте посмотрим Франция 41 41 Да не, не должно быть такого 31 На десяточку На выполнение Ремонтируем фалангу Большой миска летит Да конечно Это террор Или опять еще одна миссия Похищение Мы получаем сообщение О новых похищениях Поехали друзья Ох, соколик вернулся еще Ой Ну что, у нас есть Замены Самые разнообразные Поэтому давайте Соколик Пикселоуза На прокачку У него одно Правда он не очень точный Пулич Максимальный Да, максимальный Ну вот проверим его как раз Точный медик Возможно второй медик Я бы еще разведчиков подкачал Ракетчика возьмем Штурмаша точно нет Погодите Нет, нет Давайте блаем Что-то не очень хорошо Маловат людей Пикселоуз Поехали Есть у нас соколик С Естественно С гауссовской винтовкой С Бронькой Сошкой И Сто Двенадцать у него меткость Поэтому берем ему доп урон Псих ненормальный Двойной выстрел у него Пикселоуз Давай пока панцирку Делаем из него Пикселоуз Поддержал ваш канал На стару Рубле и сообщает Я не подведу тебя Чиомандер Хорошо Ну даем ему Просто на меткость Пулич у нас Берет Все-таки бронекостюм Пулемет гаусса Конечно же У него прям все есть И отличная меткость Двойные Стабильность платформы На этот И хаус еще есть Давайте бронебойный Поставим Вроде как он будет Неплохо попадать Медик Бронекостюм Медик так себе Но Скорее всего Мы все равно берем И делаем ей Даем ей прицел Ракетчик Давайте эгидум Карабин для метности Гаус Разведчик на прокачку Пусть бронекостюм Пусть пистолет Пулемет Ну нет Это не виза Видите Ни меткости Ни хрена Страховочная аптечка Инженер Тоже на прокачку Все таки дам ему дым Еще один пулич На прокачку Очень плохой пулич Страховка Лизвер поддержал Ваш канал На стару Давайте ЛППМ отдадим У снайпа Двойной выстрел Один патрон В магазине Нет Два Может не патрон Бронебойный А магазин Нет Внимательнее 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 Вооруженный опасен Знаешь Вот эта вот обилка На пятом левеле Идет у снайпа Ладно На шестом Получается Дополнительный Есть у него Вот Поэтому нет Внимательнее Ну Лизвер Внимательнее Очень прошу тебя Участок дороги Коридор сможет на машину Хорошо Рокет хорошо будет И снайп хорошо будет Фух За богом Друзим Деньги Опыт Ой Какая карта Крайне высокая Клокность А почему Сошки А не прицел Сошки Точность Прицел Прицел 6 точности 6 критаги Сошки Потому что Только для снайпера Прицел Как правило Всем раздаю Но в данном Конкретном Случае нужно было Конечно выдавать Прицел Потому что он остался Так Возвышение У меня тут нет Кавер У меня ни хрена нет Ладно Есть камера Я зря так Отвратительное место Всегда будет сверху стрелять Я отсюда еще не начинал играть Нет Друзья Я думаю Что на сегодня хватит Ну потому что Я начинаю торопиться В прошлой миссии Я поторопился И ошибся Мы все равно Сегодня Колоссальный прогресс Колоссального прогресса Добились Потому что Все страны Которые были Захвачены Ну то есть Больше не захватили враги Мы выполнили Все миссии Ничего не пропустили Кроме тех НЛОшек Которые Ну которых Сбить не могли Прошли Идет нон-стоп Просто нон-стоп 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 Я думаю В следующий раз Мы Может быть даже До базы Экзальта Дойдем Потому что Пара секретных операций И уже все Так что Продолжим Ориентировочно Завтра Вечерком Спасибо большое За то что смотрели Поддерживали Я чувствую Что вам нравится И мне тоже Очень нравится Их с чем Вот Это конечно Пока не максимальный Уровень сложности Но Знакомство происходит Достаточно Динамично То есть Каждый раз Новые какие-то Твари появляются Новые тарелки Новые миссии Как раз то что нужно Спокойной ночи